Глава пятая. Вторая мировая война. Ресурсов на нее потребовалось значительно больше по сравнению со всеми предшествовавшими войнами. На этот раз потребность в них достигала такого масштаба, что в дело пошло буквально все. Ее вполне заслуженно назвали «Тотальной войной». К 1939 году имевшим глаза дано было разглядеть многочисленные знаки того, что текущая историческая эпоха близится к концу. При том, что в 1919 году случились последние продления территориального контроля со стороны колониальных держав, по поведению крупнейшей из них, то есть Великобритании, напрашивался вывод о том, что империализм находится в обороне, если не перешел в отступление. Живость поведения властей Японии означала, что Европа перестала выступать в качестве единственного центра системы планетарной власти. Один наделенный даром предвидения южноафриканский государственный деятель еще в 1921 году предупреждал о том, что политическая сцена сместилась из Европы на восток и в Тихоокеанскую зону. Его предсказания теперь кажутся полностью оправдавшимся, а ведь прозвучало оно, когда о вероятности возвращения Китаю достойного этой державы веса мог говорить разве что человек, обладавший светлейшей позитивной фантазией. Спустя десять лет после того, как мир услышал то высказывание человека из Южноафриканской республики, экономические основы западного превосходства подверглись потрясению еще более явному, чем политически. В США, считавшихся величайшей из промышленных держав, без работы все еще оставалось 10 миллионов человек. Надо признать, что европейские индустриальные страны, американская беда вошла стороной. Однако уверенность тех, кто считал само собой разумеющейся прочность базовых основ экономической системы капитализма, испарилась навсегда. В некоторых странах могло наблюдаться оживление промышленности, по большому счету стимулируемое перевооружением армии и флота. Однако попытки отыскать возрождение деловой активности в сфере международного сотрудничества закончились, когда в 1933 году рухнула конструкция мировой экономической конференции. После этого все нации двинулись собственным путем. Даже власти Соединенного Королевства, наконец-то, оставили свою иллюзию свободной торговли. Заблуждение Лессефер покинуло бренную землю, даже если в народе все еще говорили о нем. К 1939 году государственные чиновники сознательно вмешивались в хозяйственные дела своих предпринимателей с рвением, забытым со времен расцвета меркантилизма. Но если ушли в никуда политические и экономические предположения XIX века, то туда же отправилось многое другое. Говорить об интеллектуальных и духовных тенденциях гораздо сложнее, чем о тенденциях политических и экономических. Но хотя многие люди все еще цеплялись за старые предрассудки, для правящей верхушки и носителей общественного мнения старые основы уже не казались такими непоколебимыми. Церковную службу посещало все еще много народу, но масса жителей промышленных городов обходилась уже без христианской веры и пребывала в мире, в котором физическое устранение атрибутов и символов религии из повседневной жизни трудящихся никак не отражалось. То же самое происходило с интеллектуалами, они могли столкнуться с еще большей проблемой, чем трагедия утраты религиозной веры. Ведь многие либеральные идеи, с XVIII века способствовавшие устранению из жизни людей христианской веры, к тому времени, в свою очередь, отправились на свалку истории. В 1920-х и 1930-х годах либеральные постулаты, касавшиеся свободы личности, объективных нравственных критериев, рациональности, авторитета родителей и объяснимого механистического построения Вселенной, однозначно отвергались вместе с верой в свободную торговлю. Симптомы новой болезни человечества нагляднее всего проявлялись в произведениях искусства. На протяжении трех или четырех столетий, если считать с эпохи гуманизма, европейцы полагали, что в произведениях искусства отображаются устремления, озарения и удовольствия, доступные в принципе для обычных людей. Даже при том, что авторы этих произведений поднимались до исключительного уровня совершенства в исполнении творческого замысла или специально сосредоточивались на форме таким образом, что не всякий человек способен был оценить такое произведение по достоинству. Во всяком случае, находилась возможность в течение всего того времени сохранить понятие культурного человека. Авторитет этой мысли подвергся некоторому ослаблению, когда в девятнадцатом веке на волне движения романтизма стали идеализировать художника как гения, одним из первых примеров напрашивается Людвиг ван Бетховен, и сформулировали понятие авангарда. К завершению первого десятилетия двадцатого века, надо сказать, даже людям с натренированным глазом и повышенной чувствительностью слуха приходилось напрягать все органы чувств, чтобы увидеть искусство в произведениях современных им творцов. Самым ярким символом этого выглядело смещение образа в живописи. Здесь уход от передачи того же образа еще сохранял слабую связь с традицией хотя бы позднего кубизма, но она давно перестала казаться очевидной среднему воспитанному культурному человеку. Если такой человек вообще еще существовал, художники погружались в становящийся практически недоступным сумбур личных видений, центр которых находился в мире дадаизма и сюрреализма. Период после 1918 года представляет наибольший интерес как некая кульминация распада в искусстве. В сюрреализме исчезло даже понятие предмета, уже не говоря о передаче его образа. Как сформулировал один из сюрреалистов, движение означает мысль, продиктованную в отсутствии какого-либо контроля, осуществленного причиной и за пределами каких-либо эстетических или нравственных ориентиров. Через случайность, символизм, шок, гипотезу и насилие сюрреалисты пытались освободиться от самого сознания как такового. В своих экспериментах на данном поприще они всего лишь экспериментировали с материалом, которым в то же самое время занимались писатели и музыканты. Такого рода явления служили свидетельствами о совершенно иных формах распада либеральной культуры, которая превращалась в конечный итог существования высшей стадии цивилизации европейской эпохи. Обратите внимание на то, что такие сепаратистские движения часто были вызваны ощущением того, что традиционная культура выглядит слишком узкой из-за исключения из ее изобразительных средств эмоций и опыта, лежащих в сфере подсознательного. Можно предположить, что совсем немногие художники, придерживавшиеся так называемых передовых взглядов, на самом деле читали известный труд человека, который щедрее кого-либо еще одарил двадцатый век языком и запасом метафор, вооружившись которыми можно было браться за исследование области подсознательного и получить подтверждение нахождения там таинством жизни. Речь идет об основателе теории психоанализа по имени Зигмунд Фрейд. Он сам определил свое место в истории культуры рядом с Николаем Коперником или Чарльзом Дарвином, потому что сумел изменить способ, каким образованные люди осознавали самих себя. Сам Фрейд сделал осознанное сравнение, описав представление о подсознательном, как о третьем великом поражении самовлюбленности человечества после поражений, нанесенных гелиоцентрической и эволюционной теорией. Он ввел в обиход несколько новых понятий. Мы теперь придаем особый смысл словам «комплекс» и «мания», а знакомые всем термины «оговорка по Фрейду» и «либидо» служат памятником той власти, которая обрело его учение. Его влияние стремительно распространилось на литературу, личные отношения, просвещение и политику. Как и слова многих пророков, его послания потомкам тоже подчас подвергаются искажению. То, что он говорил, представляет гораздо большую важность, чем результаты конкретных клинических исследований, считающиеся его вкладом в науку. Как и вклад Ньютона с Дарвином, главное наследие Фрейда лежит за пределами науки. Его влияние намного меньше, чем их в области новой мифологии. Она оказалась в высшей степени едкой. Обращением Фрейда, услышанным людьми, предполагалось, что подсознательная сфера служит истинным источником управления главными мотивами поведения, что нравственные ценности и положения — суть проекции воздействия импульсов, сформировавшихся в подсознании, поэтому предположение об ответственности человека представляется в лучшем случае мифом, причем можно сказать мифом опасным, и что саму рациональность можно тоже назвать иллюзией. Мало кого трогало то, что собственные утверждения Фрейда на самом деле выглядят чушью, если их автор на самом деле прав. Многие как раз в этом увидели его доказанную правоту, а многие верят еще и сейчас. Такой комплект увязанных мыслей представляется опровержением самого фундамента либеральной цивилизации как таковой, понятия о рациональном, ответственном, сознательно мотивированном человеке, и в этом видится важность наследия Зигмунда Фрейда в целом. Учение Фрейда считалось не единственной интеллектуальной силой, лишавшей уверенности и ощущения хоть какой-то надежной почвы под ногами человека. Зато его справедливость представлялась наиболее очевидной в интеллектуальной жизни периода между войнами, под влиянием высказанных им предположений, или хаоса в искусстве, невнятностей в мире науки, где как-то вдруг отказались от наследия Лапласа и Ньютона, потерявшие покой люди занялись поиском новых мифов и стандартов, по которым определяется правильное направление. В политике человечество пришло к фашизму, марксизму и совсем иррациональным истинам старины, например, к крайнему национализму. Народ не чувствовал вдохновения или игры чувств от толерантности, демократии и архаичной свободы личности. Под влиянием таких факторов в 1930-х годах еще сложнее было иметь дело с углубляющейся неуверенностью и предвещающими беду напряженными международными отношениями. Источник всего тревожного находился в Европе, то есть заключался в немецкой проблеме, которая угрожала большими переменами, большими, чем принесла Япония. Германия потерпела поражение в 1918 году. Логическим последствиям поэтому следовало ждать восстановления в один прекрасный день должного веса этой нации. С точки зрения географии, демографии и промышленной мощи, получалось так, что объединенная Германия в любом случае должна доминировать над Центральной Европой и потеснить Францию. Вопрос, по большому счету, заключался в том, обойдется ли без войны. Только считанные чудаки предполагали, будто войны можно избежать с помощью нового расчленения Германии, объединенной в 1871 году. Пришло время, и немцы начали требовать пересмотра условий Версальского мирного договора. Их требование в конечном счете превратилось в проблему, не подающуюся решению, хотя в 1920-х годах с ней справились во вселяющем надежду ключе. Бремя репараций, как таковое, постепенно сошло на нет, и важной вехой стали считать Локкарнские договоры 1925 года, ведь в соответствии с их положениями власти Германии дали свое согласие на Версальское территориальное урегулирование на Западе, но при этом оставался открытым вопрос ревизии условий территориального межевания на Востоке, а за ним вырисовывался вопрос более значительный. Как могла страна, потенциально настолько же мощная, как Германия, относиться к своим соседям сбалансированным, мирным образом, учитывая конкретный исторический и культурный опыт немцев? Большинство народу надеялось на то, что эти все проблемы ушли в прошлое с провозглашением Демократической Немецкой Республики, учреждение которой ненавязчиво и в доброжелательной манере позволит восстановить немецкое общество и цивилизацию. Конституция Веймарской Республики, как ее назвали в честь места проведения учредительного собрания, считалась исключительно либеральной, но слишком много немцев с самого начала испытывало к ней симпатию. Предположение, будто в Веймаре разрешили немецкую проблему, оказалось иллюзией, когда экономический спад разрушил узкое основание, на которое водрузили немецкую республику и высвободил катастрофические силы национализма и общество, которое эта республика прикрывала как ширмой. Когда это случилось, сдерживание Германии снова превратилось в международную проблему. Но по ряду причин, 1930-е годы оказались очень бесперспективным десятилетием для сдерживания немцев, и задача эта выглядела очень непростой. Начнем с того, что в относительно слабой и, по большому счету, аграрной системе хозяйствования новых государств Восточной и Центральной Европы ощущались самые неблагоприятные воздействия мирового экономического кризиса. Французы всегда искали среди этих стран союзников, способных оказывать противодействие немецкому возрождению, но в то время их потенциальные союзники никаким весом практически не обладали. Более того, само их существование вдвойне затрудняло привлечение СССР, снова считавшегося бесспорно, что было непостижимо, великой державы, к сдерживанию агрессивности Германии. Препятствием для сотрудничества Москвы с Лондоном и Парижем считались идеологические разногласия, но к тому же существовал фактор стратегической удаленности. Для выхода советских войск в Центральную Европу пришлось бы пересечь территорию нескольких восточноевропейских государств, власти которых на протяжении всей короткой истории их существования были скованы страхом перед СССР и коммунизмом. Румыния, Польша и страны Прибалтики в конце-то концов отпочковались от традиционно русских земель, от американцев тоже какой-либо помощи ждать не приходилось. Главная тенденция всей американской политики со времен, когда президент Вудро Вильсон не смог убедить соотечественников присоединиться к Лиге наций, состояла в сосредоточенном на своем благополучии уединении, безусловно отвечающем традиционным американским идеалам. Американцы, отправленные в Европу в качестве солдат, совсем не горели желанием снова подставлять голову под пули ради чуждых им задач. Оправданная все-таки оживлением деловой активности в 1920-х годах американская обособленность, парадоксальным образом подтвердила свою рациональность во время экономического обвала 1930-х годов. Когда американцы откровенно обвиняли Европу во всех своих бедах, вопрос долгов с военных лет оказывал большое психологическое воздействие потому, что его считали связанным с международными финансовыми проблемами, а именно так оно и было, хотя не совсем совпало с американскими представлениями, они не учитывали предстоящее свое участие в делах европейцев. Так или иначе, в условиях спада они чувствовали себя вполне сытно. С избранием в 1932 году президента-демократа американцы фактически оказались на пороге эпохи важных перемен, которые в конечном счете лишат их благих настроений, но предупредить о грядущих потрясениях их было некому. Следующий этап американской истории предстоит пройти под властью демократов на протяжении пяти президентских сроков подряд, первые четыре из которых при одном и том же человеке по имени Франкли Теодор Рузвельт. Заявление кандидатом на должность президента четыре раза подряд считается делом практически невиданным. Такую попытку тщетно предпринимал один только Юджин Дебз, принадлежавший к социалистической партии. Победа на выборах все четыре раза заслуживает причисления к изумительным подвигам. Для нее, в каждом случае, абсолютное большинство голосов избирателей выглядело чем-то сродни революции. Ни один кандидат от демократической партии до него, со времен Гражданской войны, никогда не получал такой поддержки. И никто из другой партии до 1964 года. Кроме того, Рузвельт представлялся состоятельной, масштабной фигурой. Поэтому самое удивительное заключается в том, что он появился в качестве одного из самых великих лидеров начала двадцатого столетия. Он прошел в президенты в ходе избирательного состязания, проводившегося на противопоставлении надежды отчаянию. Он предложил уверенность и обещание действия по избавлению от недуга экономического тупика. Одержав победу, он занялся политическими преобразованиями, построением демократического господства на базе коалиции избирателей, которыми раньше пренебрегали, жителей южных штатов, бедноты, фермеров, негров, прогрессивных либеральных интеллектуалов, которые затем привлекли дальнейшую поддержку, потому что такая политика приносила позитивные результаты. Не обошлось при этом без определенной доли иллюзий. Новый курс, выбранный администрацией Рузвельта, к 1939 году все еще не выводил экономику США из бедственного положения. Как бы то ни было, власти страны поменяли акценты функционирования американского капитализма и механику его отношений с правительством. Началось воплощение в жизнь масштабной программы по предоставлению пособия по безработице со страхованием, миллионы долларов вложили в общественные работы, внедрили новые нормы регулирования финансовых потоков, а также приступили к масштабному эксперименту в области государственной собственности, распространившейся на гидроэлектрический каскад «Долины Теннесси». Капитализм получил новую надежду на процветание и более совершенные условия государственного регулирования. Новый курс принес важнейшее продление власти федеральных ведомств над американским обществом и штатами, которое когда-либо происходило в мирное время, и такое укрепление центральной власти оказалось необратимым. Таким образом, в американской политике отразились те же побуждения к коллективизму, наблюдавшиеся во всех остальных странах мира в XX веке. В этом смысле эпоха Рузвельта считается исторически решающей. На ее протяжении подвергся изменению курс американской конституционной и политической истории, ведь ничего подобного не делалось со времен гражданской войны, и сами того не желая, американцы предложили миру демократическую альтернативу фашизму и коммунизму тем, что предоставили либеральный вариант крупномасштабного государственного вмешательства в экономику. Это достижение представляется тем более впечатляющим потому, что практически полностью определялось предвзятым выбором политиков, преданных демократическому процессу, а не аргументами экономистов, некоторые из которых уже выступали в пользу более энергичного, централизованного управления экономикой в капиталистических странах. Так выглядела наглядная демонстрация способности американской политической системы служить исполнению желаний своего народа. Тот же самый инструментарий мог бы функционировать в сфере внешней политики, но только с согласия большинства американцев. Рузвельт представлял в гораздо больших подробностях, чем большинство его сограждан, опасности постоянного американского отчуждения от проблем Европы, но он мог себе позволить демонстрацию собственных воззрений только совсем без спешки. В условиях, когда СССР и США самоустранились, в отдел Старого Света, одним только западноевропейским великим державам оставалось противостоять Германии, если она вдруг возродилась бы в былой своей мощи. В Великобритании и Франции как-то совсем тогда не подходила роль жандарма Европы. У их народов сохранились воспоминания о трудностях, пережитых, когда их властям пришлось иметь дело с Германией, при том, что на их стороне выступала Россия. Кроме того, острая вражда между ними не утихала с самого 1918 года. К тому же не следует забывать о военной слабости Лондона и Парижа. Власти Франции, осведомленные о том, что они уступают Германии мобилизационных ресурсах, если только немцы когда-либо вооружатся снова, свои надежды возлагали на программу стратегической обороны, ради которой возвели мощное укрепление выглядевшее убедительно, но фактически лишавшее французские войска наступательного маневра. Королевский британский флот утратил пальму первенства, которое владел в 1914 году, разве что оставалась возможность для сосредоточения своих ресурсов в европейских водах. Британские правительства долгое время проводили политику сокращения расходов на вооружение, в то время, как их обязательства в мировом масштабе требовали больших усилий вооруженных контингентов, в условиях экономического спада эта тенденция только усугубилась. Существовали опасения того, что затраты на перевооружение армии и флота пагубным образом скажутся на оживлении деловой активности тем, что разгонят инфляцию. Многие британские избиратели к тому же полагали, что жалобы народа Германии звучали вполне справедливо. Они склонялись к уступкам во имя немецкого национализма и самоопределения, даже к возврату немецких колоний, одновременно в Великобритании и Франции, к тому же, испытывали беспокойство по поводу Джокера в европейской карточной колоде, которым считалась Италия. При Муссолини, надежды, которые возлагались на Италию с точки зрения привлечения ее на борьбу с Германией, к 1938 году развеялись. Тревоги возникли из-за запоздалой попытки властей Италии принять участие в схватке за Африку, когда в 1935 году итальянские войска вторглись на территорию Эфиопии. Из-за такого рода действий возник вопрос. А что должны делать чиновники Лиги Наций? Итальянцы допустили откровенное нарушение ее устава, согласно которому участники этой международной организации не должны были нападать друг на друга. Представители Франции и Великобритании оказались в неловком положении. Как делегаты от великих держав, средиземноморских держав и африканских колониальных стран, они обязаны были взять на себя инициативу по осуждению властей Италии в Лиге Наций, но их осуждение прозвучало неубедительно и без энтузиазма, поскольку им не хотелось настраивать Италию против своих стран, ведь ей предназначалась роль в общих усилиях по сдерживанию Германии. Результат получился хуже некуда. Агрессию авторитетам Лиги Наций остановить не удалось, зато из Италии получился откровенный враг. Эфиопия лишилась своей независимости, пусть даже как потом оказалось всего лишь на шесть лет. Таким представлялся один из нескольких моментов, который позже выглядел так, будто именно тогда европейцы совершили фатальную ошибку. Но все-таки нельзя сказать постфактум, на каком этапе ситуация, сформировавшаяся под действием этих фактов, стала неуправляемой. Понятно, что главным поворотным пунктом послужило появление предельно радикального и радикально оппортунистического режима в Германии. Но предшествовал этому событию и создал для него условие все тот же экономический спад. Важные последствия можно связать еще и с экономическим крахом. Он оправдывал толкование с идеологическим подтекстом событий 1930-х годов и тем самым вызывал к ним озлобление из-за обострения классового конфликта, принесенного с собой экономическим крахом. Предвзятые политики иногда толковали развитие международных отношений с точки зрения противопоставления фашизма коммунизма и даже правых левым или демократии диктатуре. Все гораздо упростилось после того, как Муссолини, возмущенный британской и французской реакцией на его вторжение в Эфиопию, принял решение о союзе Италии с Германией, а также заговорил о крестовом походе против коммунизма. Но здесь тоже скрывалось лукавство. Все идеологические интерпретации международных отношений в 1930-х годах имели целью затуманить главную суть немецкой проблемы и тем самым затруднить ее решение. Советская пропаганда тоже играла свою роль. На протяжении 1930-х годов внутренняя ситуация в России оставалась неоднозначной. Программа индустриализации вызывала серьезные перекосы и требовала больших жертв. С ними справлялись, хотя возможно еще и усугубляли непомерным усилением диктатуры, выражавшимся не только в борьбе за коллективизацию крестьян, но и в обращении террора против кадровых работников самого режима с 1934 года и дальше. За пять лет миллионы советских граждан расстреляли, заключили в тюрьму или отправили в ссылку, а многих из них в исправительно-трудовые лагеря. В мире с удивлением наблюдали за тем, как группы ответчиков унижались своими карикатурными признаниями на заседаниях советских судов, из Красной армии уволили девять из десяти генералов и половину офицерского корпуса, если верить оценкам западных экспертов, в те годы шла замена прежней коммунистической правящей верхушки на новую. К 1939 году больше половины делегатов партийного съезда 1934 года пошли под арест. Со стороны было трудно поверить во все происходящее в СССР, зато совершенно определенно на Западе считали Советский Союз страной, в которой отсутствовала какая-либо цивилизованность, либерализм государства и на нее нельзя было рассчитывать как на потенциального союзника. Самым прямым образом события в СССР сказались на международной ситуации из-за сопровождавшей их пропагандистской кампании. На Западе совершенно не сомневаются в том, что к такой кампании власти в Москве прибегли из-за умышленного создания внутри СССР ощущение осажденной цитадели. В 1930-х годах сохранялось ставшее привычным деление мира с точки зрения своих и чужих, родившееся из марксистской догмы и из-за нашествия оккупантов в 1918-1922 годах. С утверждением такого представления об окружающем мире для внешнего потребления проповедовалась доктрина международной классовой борьбы во главе с Коминтерном. Предсказать ответную реакцию особого труда не представляло. Консерваторами повсеместно овладели непреодолимые страхи. В моду вошло представление о том, что любые уступки активистам левацких движений или даже умеренно прогрессивным силам следует ставить заслугу русским большевикам. Отношение к правым движениям ужесточалось, поэтому коммунисты получили новое свидетельство в пользу тезиса о неизбежности классовых противоречий, разрешение которых лежит в плоскости социалистической революции. Однако единичной успешной революции левых сил дело не ограничилось. Степень революционной опасности стремительно понизилась в самые первые послевоенные годы. Правительство лейбористов спокойно и без радикальных инициатив функционировало в Великобритании некоторый срок в 1920-х годах. Следующее правительство лишилось власти из-за финансового краха, случившегося в 1931 году. Его сменили коалиции консервативных организаций, получившие абсолютную поддержку избирателей. Они приступили к управлению страной в строгом соответствии с традициями прогрессивной и постепенной реформы социальной и административной сферы, которой отмечено движение Великобритании к статусу государства всеобщего благоденствия. В том же направлении продвинулись даже еще дальше народы скандинавских стран, которые часто приводят в качестве заслуживающего всяческого восхищения примера сочетания политической демократии и практического социализма, а также противопоставления коммунизму. Даже во Франции, где образовалась многочисленная и активная коммунистическая партия, не удавалось отыскать каких-либо убедительных признаков того, что цели французских коммунистов выглядели приемлемыми для большинства электората даже после депрессии, в Германии до 1933 года активисты коммунистической партии были в состоянии получить больше голосов, но им не дано было оттеснить социал-демократов от руководства движением рабочего класса. В странах, отставших в развитии от этих передовиков, революционные достижения коммунистов выглядели еще скромнее. В Испании им приходилось соревноваться с социалистами и анархистами. Испанские консерваторы определенно опасались коммунизма, и можно говорить об основаниях для опасения, к тому же сползания к социалистической революции в условиях республики, провозглашенной в 1931 году. Однако испанский коммунизм не мог пугать этих консерваторов. Все-таки идеологическое толкование коммунизма обладало огромной привлекательностью даже для тех многих людей, кто не относил себя к коммунистам. Его привлекательность тем более усилилась с приходом к власти нового правителя Германии по имени Адольф Гитлер, успех которого весьма затрудняет попытку отказать ему в политической гениальности даже при том, что он преследовал цели, выдающие в нем личность не вполне здравомыслящую. В начале 1920-х годов он представлял собой всего лишь разочарованного агитатора, провалившего попытку свержения правительства Баварского и излившего свой навязчивый национализм и антисемитизм не только в страстных речах, но и в объемном, нескладном, с претензией на автобиографичность литературном труде, который прочитал о совсем немного народу. В 1933 году национал-социалистическая немецкая рабочая партия, для краткости назовем ее нацистской, которую он возглавлял, получила достаточную поддержку немецкого избирателя, чтобы Адольфа Гитлера назначили канцлером Германской республики. С политической точки зрения такое назначение можно назвать важнейшим решением века, так как в нем нашло отражение коренное изменение политики Германии, направление ее народа на курс агрессии, приведший к разрушению Старой Европы и той же Германии, и оно означало появление нового мира. При том, что послания Адольфа Гитлера народу звучали весьма доходчиво, содержание его воззвания к нему представлялось достаточно сложным. Он утверждал, что беды Германии исходят из вполне определенных источников. Одним из них Гитлер называл «Версальский мирный договор». Иноземные капиталисты причислялись к еще одному источнику. Дальше шла якобы подрывная деятельность немецких марксистов и евреев. Он также говорил, что исправление политических заблуждений народа Германии следует сочетать с обновлением немецкого общества и культуры, а здесь речь идет об очищении биологического вида немецкого народа через избавление его от неарийских примесей. В 1922 году такого рода обращения Гитлера немецкий народ практически пропустил мимо ушей. Зато в 1930 году с ним он получил 107 мест в немецком парламенте, то есть больше, чем досталось коммунистам, которых в парламент прошло 77 человек. Нацисты весьма ловко воспользовались в своих политических целях экономическим крахом, и худшее еще ждало впереди. Можно назвать несколько причин, почему нацисты собрали щедрый политический урожай, но самое главное из них заключается в том, что коммунисты потратили столько же энергии на борьбу с социалистами, сколько их остальные противники. Это междоусобица фатально подрывало силы левого движения в Германии на протяжении всех 1920-х годов. Очередную причину следует видеть в том, что при демократической республике нагнетались антисемитские настроения. Они тоже усугублялись экономическим крахом. Антисемитизм, как и национализм, обладал своей привлекательностью, разделявшейся всеми сословиями, как объяснение бед Германии, в отличие от точно такого же простого марксистского объяснения с точки зрения классовой войны, которая, естественно, вызывала враждебность у одних, а также, на что возлагались надежды, сочувствие у других. К 1930-му году нацисты показали, что обрели власть на своей земле. Они привлекли больше поддержки, а также на их сторону встали те, кто видел защиту от коммунизма в их дрочливых уличных шайках, националисты, выступавшие за перевооружение страны и ревизию Версальского мирного урегулирования и консервативные политики, считавшие Гитлера вождем партии наряду со всеми остальными, кто мог бы теперь представлять ценность в их собственной игре. Маневрирование усложнилось, но в 1932 году нацисты превратились в самую многочисленную партию немецкого парламента, хотя еще не располагавшую большинством мест в нем. В январе 1933 года президент республики призвал Гитлера занять государственный пост, положенный ему по конституционной норме права. Тут наступило время очередных выборов, в ходе которых монополия режима на радиоовещание и запугивание политических противников все еще не обеспечили нацистам большинства мест. Тем не менее, они его добились, когда получили поддержку со стороны кое-кого из правых депутатов парламента, присоединившихся к ним, чтобы одобрить особые полномочия правительства. Важнейшим из них считалось управление государством посредством чрезвычайных постановлений. Так нацисты положили конец парламенту и парламентскому суверенитету. Вооруженные такими полномочиями, нацисты продолжили осуществлять радикальное разрушение демократических атрибутов государства. К 1939 году фактически не осталось ни одного сектора немецкого общества, не находившегося под их контролем по закону или под страхом репрессии. Консерваторы тоже проиграли схватку за власть. В скором времени они обнаружили, что нацистское вмешательство в сферу традиционно независимых ветвей власти может зайти очень далеко. Как и сталинский Советский Союз, нацистский режим в значительной мере держался на устрашении беспощадно применявшимся к его врагам. Прошло совсем немного времени, и его использовали против евреев, и пораженные европейцы стали очевидцами возрождения в одном из ее самых передовых обществ погрома в период средневековой Европы или царской России. Все на самом деле выглядело настолько невероятным, что много народу за пределами Германии с большим трудом верило в реальность происходящего. Замешательство по поводу природы нацистского режима затрудняло выработку тактики общения с ним. Кто-то видел в Гитлере всего лишь вожака националистического толка со склонностью по примеру Ататюрка к возрождению своей страны и утверждению ее правомерных притязаний, кто-то усматривал в нем крестоносца, двинувшегося походом против большевизма, но никакой примитивной формулой. Нельзя было очертить личность Гитлера или его цели, даже до сих пор не удалось преодолеть непримиримых разногласий по поводу того, что они собой на самом деле представляли, и разумное приближение к истине можно найти в простом признании того, что он выразил негодование и раздражение немецкого общества в их самых негативных и вредоносных формах, а также воплотил их в чудовищной степени. Когда его личности придали масштаб экономического бедствия, политического цинизма и благоприятной расстановки международных сил, он смог высвободить эти отрицательные качества за счет всех европейцев в целом, в том числе собственных соотечественников. Путь, которым Германия снова пришла к состоянию войны в 1939 году, выглядит весьма извилистым. Всегда можно отыскать аргумент в пользу того, существовал ли шанс предотвратить окончательный исход. Важный момент ясно просматривается в том, что Бенито Муссолини, изначально опасавшийся немецких устремлений в Центральной Европе, перешел на сторону Гитлера. После того, как он становится объектом критики британских и французских политиков, за его агрессивное предприятие в Эфиопии, в Испании вспыхнула гражданская война, когда группа генералов подняла бунт против левого крыла политиков, находящихся республики. Гитлер и Муссолини оба послали контингенты своих войск в поддержку человека, появившегося там в качестве лидера повстанцев, генерала Франко. Их поступок больше, чем какой-либо другой отдельный факт, придал идеологический оттенок расколу Европы. Гитлера, Муссолини и Франко теперь причислили к фашистам, и советская внешняя политика начала координировать помощь правительству Испании со стороны западных государств тем, что позволило местным коммунистам прекратить нападки на остальные партии левого политического фланга и поощрять народные фронты. Таким образом, событие в Испании следовало рассматривать как конфликт между правым и левым движениями в его рафинированной форме. В таком взгляде наблюдается значительное искажение действительности, но его приверженцы поощряли народ представлениями о Европе как континенте, разделенном на два лагеря. Британское и французское правительства к тому времени прекрасно осознавали все сложности в налаживании конструктивных отношений с властями Германии. В 1935 году Гитлер уже объявил о начале создания полноценных германских вооруженных сил, запрещенных в Версале. До завершения их перевооружения они оставались очень слабыми. Обретение ими достаточной боеспособности немцы продемонстрировали миру, когда их войска вернулись в так называемую демилитаризованную зону Рейнланд, объявленную таковой по условиям Версальского мирного договора. Чтобы помешать их в воду туда, никто не предпринял ни малейшей попытки. Воспользовавшись моментом, когда после гражданской войны в Испании общественное мнение народов Великобритании и Франции находилось в полном расстройстве, Гитлер осуществил оккупацию Австрии. Соблюдение условий Версальского договора, которыми запрещалось объединение Германии и Австрии никто обеспечить не смог. Французским и британским избирателям это можно было представить в виде действий закономерно пострадавших националистов. В Австрийской республике тоже давно нарастали внутренние затруднения. Аншлюз, как называлось объединение Австрии с Германией, случился в марте 1938 года. Осенью наступила очередь следующего захвата немцами чужой территории части Чехословакии. На этот раз оправдания нашли в благовидных претензиях на самоопределение. Отобранные области представляли важность с точки зрения будущей самообороны Чехословакии, но на них проживало многочисленное немецкое население. Та же судьба в следующем году ждала город Мемель, присоединенный Германии под тем же самым предлогом. Гитлер последовательно воплощал в жизнь старинную мечту, забытую, когда армия Пруссии разбила войска Австрии, и мечта эта состояла в объединении всех земель немецкой нации в Великую Германию. Чем-то вроде поворотного пункта считается расчленение Чехословакии. Оно случилось в силу ряда соглашений, заключенных в Мюнхене в сентябре 1938 года, где главными игроками выступали представители Великобритании и Германии. Так выглядела последняя крупная инициатива британского внешнеполитического ведомства в свете попыток успокоения Гитлера. Британский премьер-министр все еще крепко сомневался в перевооружении Германии, чтобы оказать достойное сопротивление, но к тому же надеялся на то, что возвращение последней значительной общины немцев из-под иноземного господства на их родину могло успокоить Гитлера, и у него не остается повода для дальнейшей ревизии Версальского договора с его территориальным урегулированием, от которого теперь в любом случае остались одни клочья. Он ошибался. Гитлер продолжил свою экспансионистскую политику, одобрив программу захвата земель славян. Первым его шагом стало поглощение в марте 1939 года того, что оставалось от Чехословакии. Затем на повестку дня вышел вопрос польского территориального урегулирования, относящегося к 1919 году. Гитлера раздражало существование польского коридора, отделявшего Восточную Пруссию от Германии, к тому же на его территории остался старинный немецкий город Данцик, в 1919 году приобретший международный статус. В этот момент британское правительство, обуреваемое сомнениями, изменило тактику и предложило Польше, Румынии, Греции и Турции гарантии по предотвращению агрессии. К тому же британцы начали настороженные переговоры с властями СССР. Толкование советской политики для европейцев оставалось занятием не из легких. Создавалось такое впечатление, что Иосиф Виссарионович Сталин поддерживал пламя гражданской войны в Испании через оказание помощи ее республике до тех пор, пока на нее отвлекается внимание немцев, а тем временем искал иные способы оттягивания момента нападения на СССР с запада, которого он всегда ждал. Он прекрасно понимал, что к нападению немцев на СССР будут подстрекать власти Великобритании и Франции, мечтавшие о том дне, когда опасность, долгое время угрожавшая им самим, окажется перед его государством рабочих и крестьян. Особых возможностей для взаимодействия с британцами или французами в деле сопротивления Гитлеру, однако, не просматривалось, даже если бы они на него пошли, ведь русская армия могла добраться до Германии только через Польшу, а поляки этого никогда бы не позволили. Соответственно, после того, как советский дипломат поделился со своим французским коллегой о мюнхенских решениях, оставалось разве что провести четвертый раздел Польши. Этот раздел был организован летом 1939 года. После обмена обоюдными диатрибами, резкими обличительными речами по поводу большевистско-славянской дикости и фашистско-капиталистических эксплуатаций трудящихся, правители Германии и Советского Союза в августе заключили соглашение, которым предусматривался раздел Польши между высокими договаривающимися сторонами. Авторитарное государство пользуется большой гибкостью в ведении своей дипломатии. Вооруженный этим договором Гитлер предпринял захват Польши. Тем самым 1 сентября 1939 года он начал Вторую мировую войну. Два дня спустя британцы и французы связанные обещанием гарантии Польши объявили войну Германии. Их правительства пошли на такой шаг без особого рвения, так как всем было ясно, что помочь Польше они не в силах. Несчастное государство снова исчезло с политической карты Европы, разделенная советскими и немецкими войсками спустя около месяца после начала войны немцами. Но воздержание от вмешательства означало бы признание немецкого доминирования в Европе, поскольку власти любой другой страны сочтут, кто рассчитывает на поддержку британцев или французов не стоит. Таким образом, невольно и без воодушевления 1914 года две эти формально великие державы Европы оказались лицом к лицу с тоталитарным режимом. Ни их народы, ни правительства не испытывали особого энтузиазма по поводу доставшейся им роли, а из-за упадка либеральных и демократических сил, продолжавшегося с 1918 года, они оказались в положении незавидным даже по сравнению с Антантой в 1914 году. Но раздражение в связи с долгой серией агрессий Гитлера и нарушенных им обещаний затрудняло поиск условий мира, на которые они могли бы пойти. Главной причиной войны, как и в 1914 году, называют немецкий национализм. Но если тогда власти Германии решились на войну потому, что чувствовали угрозу своему государству, теперь Великобритания и Франция отвечали на опасность представлявшуюся экспансией Германии. На этот раз они ощущали опасность. К удивлению многих наблюдателей и облегчению кое-кого из них, первые полгода войны прошли практически без особых событий, как только завершилась скоротечная польская кампания. Скоро стало ясно, что механизированным и военно-воздушным войскам принадлежит теперь намного большая роль, чем между 1914 и 1918 годами. Память о бойне при Сомме и Вердене слишком отчетливо стояла перед глазами британцев и французов, чтобы запланировать какие-либо мероприятия, кроме экономического наступления. Они очень рассчитывали на действенность оружия блокады. Гитлер не собирался их беспокоить, так как стремился к заключению мира. Наступивший покой пришлось нарушить, когда британцы попытались усилить блокаду в скандинавских водах. Обратите внимание на то, что попытка британцев совпала по времени с немецким наступлением, когда они решили обезопасить поставки руды, для чего заняли Норвегию и Данию. С его началом 9 апреля 1940 открылся любопытный период сражения. Всего лишь месяц спустя началось блистательное немецкое вторжение сначала на территорию Бенилюкса, а затем Франции. Мощное наступление бронетанковых войск через Орденны открыло путь к расчленению армии союзников и захвату Парижа. 22 июня правительство Франции подписало с немцами договор о прекращении огня. К концу месяца немцы прибрали к рукам все европейское побережье целиком от Пиренеев до Нордкапа. Итальянцы вступили в войну на стороне немцев за 10 дней до капитуляции французов. Новое французское правительство, сформированное в курортном городке Виши, разорвало отношения с Великобританией после того, как британцы захватили или уничтожили французские военные корабли, которые они хотели отдавать немцам. Третья республика формально закончила свое существование с назначением французского маршала, числившегося героем Первой мировой войны, главой государства. Потеряв последнего союзника на континенте, Великобритания оказалась в самой неблагоприятной со стратегической точки зрения ситуации со времен отражения Наполеона. Случилось кардинальное изменение в характере войны, но одиночество Великобритании выглядело преувеличением. Не следует игнорировать доминионы, в едином порыве вступившие в войну на стороне Сузерена и правительства нескольких стран в изгнании с оккупированного немцами континента. В подчинении некоторых из них находились собственные подразделения, а норвежцам, датчанам, голландцам, бельгийцам, чехам и полякам еще предстояло проявить свою отвагу и даже иногда кое-чего добиться в боях, ведь война только начиналась. Самые боеспособные контингенты в изгнании состояли из французов, но на том этапе они представляли очхипенцев внутри Франции, не ее законное правительство. Во главе этого контингента стоял генерал, покинувший Францию, перед заключением перемирия и заочно осужденный на смертную казнь. Звали его Шарль Деголь. Британцы признали его всего лишь как лидера свободных французов, но он считал себя официальным наследником Третьей Республики, а также блюстителем интересов и чести Франции. В скором времени он начал демонстрировать самостоятельность, благодаря которой заслужил себе репутацию величайшего слуги своей страны со времен Клемансо. Деголь сразу же пригодился британцам, так как они не могли себе представить, что может случиться с осколками Французской империи, где он надеялся найти сторонников, готовых присоединиться к нему ради продолжения борьбы с немцами. Так выглядело одно из направлений, по которому теперь шло географическое расширение театра войны. Он расширялся еще и в силу вступления в войну Италии, так как с этого момента оперативными зонами становились итальянские африканские владения и средиземноморские водные пути. Наконец, обретение немцами атлантических и скандинавских портов означало, что так называемая битва за Атлантику, то есть подводная война, морские и воздушные рейды с задачей пресечения или изматывания британских морских коммуникаций в новых условиях могла стать намного ожесточеннее. Незамедлительно над британскими островами нависла угроза прямого нападения. Наступил час для выхода на арену человека, способного спасти свою страну от такой угрозы. Когда норвежская кампания провалилась, премьер-министром Великобритании становится располагавший достойным политическим опытом Уинстон Черчилль, как никакой другой депутат, пользовавшийся поддержкой всех партий в палате общин, немедленно сформированному коалиционному правительству, он обеспечил энергичное руководство, чего до того времени явно недоставало. Более важный момент состоял в том, что Черчилль пробудил у своего народа, к которому он мог обратиться по радио, присущее ему, но забытое в суете прозы жизни, качество. Не заставило себя ждать осознание того, что только поражение после непосредственного штурма может вывести британцев из войны. Подтверждением такого вывода послужило великое воздушное сражение над Южной Англией, проходившее в августе и сентябре 1940 года, в котором победа досталась британской науке, предоставившей военным радиолокационные станции и королевским военно-воздушным силам Великобритании. На мгновение англичане ощутили гордость и облегчение, познанное греками после битвы под марафоном. Черчилль совершенно справедливо отметил в своей многократно цитировавшейся речи о том, что «никогда еще в сфере конфликтов между людьми настолько многое не зависело от настолько немногих». Та победа в воздухе лишила немцев возможности вторжения на британские острова с моря, хотя успех такого предприятия маловероятным представлялся всегда. К тому же стало ясно, что разгромить Великобританию одними только воздушными налетами нельзя. Перспектива для британских островов вырисовывалась далеко не радостная, зато после той воздушной победы изменилось направление распространения войны, ведь начался период, когда в силу разнообразных факторов внимание немецкого руководства смещалось на другие страны. В декабре 1940 года немцы приступили к планированию вторжения на территорию Советского Союза. К той зиме руководство СССР сделало новое территориальное приобретение на Западе с явным намерением на укрепление своего оперативного положения в предвидении нападения фашистов. В войне против Финляндии СССР достались важные со стратегической точки зрения районы. При Балтийской республике Латвию, Литву и Эстонию Сталин прибрал к рукам в 1940 году. Бессарабия, которую Румыния отняла у России в 1918 году, теперь вернулась на положенное ей место с довеском в виде северной буковины. В последнем случае Сталин чуть заступил за пределы границ империи русских царей. Решение немецкого военного командования напасть на СССР созрело из-за несогласия с потенциальным направлением советской экспансии. Власти Германии рассчитывали предотвратить возможный выход Красной Армии на Балканы и в зону Черноморских проливов. Немцы к тому же намечали стремительный разгром Советского Союза, желая продемонстрировать тщетность британского сопротивления. Не следует забывать о глубоком личном факторе в решении напасть на СССР. Гитлер всегда откровенно и даже фанатично ненавидел большевизм, а также считал, что славяне, в его представлении составлявшие расово-неполноценную группу племен, должны предоставить немцам жизненное пространство на Востоке и принадлежащее им сырье. Гитлер на текущий момент представляется последним носителем извращенного видения старинной борьбы тевтонцев за навязывание европейской цивилизации жителям Славянского Востока. Многим немцам такое представление Гитлера о себе и восточных соседях пришлось по душе. Оно должно было послужить оправданием ужасных злодеяний фашистов, перед которыми блекнут все мифы о кровожадности старинных хрестоносцев. В ходе скоротечной весенней кампании, ставшей увертюрой к предстоящей битве титанов, немцы полностью заняли Югославию и Грецию. С греками итальянские войска безуспешно возились с октября 1940 года. В очередной раз британские войска прогнали с материковой Европы. Крит тоже сдался на милость немецких десантников, осуществивших показательную штурмовую операцию. Теперь все было готово к осуществлению операции под кодовым наименованием «План Барбаросса». Так фашисты назвали «великую бойню советского народа» в честь средневекового императора, возглавившего Третий Крестовый поход и кончившего тем, что по ходу дела утонул. Вероломное нападение началось 22 июня 1941 и немцам с самого начала сопутствовал оглушительный успех. В плен сдалось огромное количество красноармейцев, а соединения Красной Армии отступили на сотни километров от государственной границы. Немецкий авангард подступил почти к самой окраине Москвы и оставалось несколько километров до вступления фашистов на улице столицы СССР. Но преодолеть их немцы не смогли. И к Рождеству первые успешные контрнаступления Красной Армии показали, что на самом деле незавидная судьба Германии определилась. Немцы упустили стратегическую инициативу. Поскольку британцы и Советы удержались от поражения и сохранили свой союз, тогда упустив шанс радикального технического усовершенствования войны путем создания нового оружия большой разрушительной силы, американцы со своим расширенным производством вооружений помогли им нарастить мощь вооруженных сил. При таком раскладе в Москве и Лондоне не могли рассчитывать на победу над Германией, зато появилась надежда хотя бы на ведение переговоров по условиям заключения мирного соглашения. В 1940 году американский президент полагал, что интересом США отвечало бы оказание Великобритании поддержки до пределов допустимых его собственным народом и законам о нейтралитете. Фактически время от времени он выходил за оба предела. К лету 1941 года Гитлер знал, что с учетом всех намерений и целей США для него представляют собой затаившегося врага. Решающим шагом послужил принятый в марте того же года американский закон о Ленд-Лизе, согласно которому после ликвидации британских активов США предусматривалось производство и обслуживание вооружения для союзников без предварительной оплаты. Чуть позже американское правительство расширяло зону военно-морского патрулирования и охраны судоходства дальше на Восточную Атлантику. После вторжения гитлеровской коалиции на территорию СССР организуется встреча Черчилля и Рузвельта, по итогам которой публикуется заявление об общих принципах Атлантической Хартии, в котором лидер страны находящаяся в состоянии войны и лидер страны формально остающейся в мирных условиях единодушно обращают внимание человечества на его потребности после окончательного уничтожения нацистской тирании. Итак, американцы и британцы совсем не собирались отгораживаться от всего мира и на таком фоне Гитлер принимает второе в 1941 году роковое и к тому же недальновидное решение. 11 декабря после нападения японцев на британские и американские территории четырьмя днями раньше он объявляет войну США. Гитлер заранее обещал японцам сделать это. Тем самым текущая война приобретает глобальный масштаб. С объявлением войны Японии британцами и американцами сама война могла распасться на два отдельных театра военных действий, причем одной только Великобритании досталось бы участие в сражениях на обоих театрах. Гитлер своими действиями лишил себя шанса на то, что американцы со своей военной мощью не станут вмешиваться в дела Европы и ограничатся зоной Тихого океана. Тем самым ознаменовалось окончание целой эпохи, ведь приходом американцев случился закат самостоятельных европейских отношений. Будущее Европы теперь станут определять не европейцы своими собственными силами, а власти двух великих держав, нависших на ее флангах, то есть США и Советского Союза. Решение японского правительства тоже выглядит опрометчивым, хотя логика японской политики давно подразумевала вооруженный конфликт с США. Альянс Японии с Германией и Италией, пусть даже обладавший определенной пропагандистской ценностью для обеих сторон, на практике стоил совсем немного. значение в синхронизации японской политики представляет сама резолюция по дебатам проходившим в Токио по поводу существования или отсутствия опасности в провоцировании США чреватом большой войной. Суть дела состояла в необходимости для Японии победоносного завершения войны в Китае, открывающего японцам доступ к нефтяным месторождением с молчаливого согласия Вашингтона на то, что Токио разгромит Пекин. Ничего такого ни одно американское правительство не могло себе позволить. Наоборот, в октябре 1941 года американские власти вели запрет на всю торговлю граждан Соединенных Штатов с Японии. Тут настал черед последней стадии процесса, ведущего свое происхождение от власти, установленной в Японии реакционными и воинственными силами в 1930-х годах. К тому времени перед японскими военными специалистами в области планирования стояли исключительно тактические и технические задачи. Поскольку японцам предстояло взять необходимые ресурсы в Юго-Восточной Азии силой, им оставалось всего лишь определить характер войны против США и подходящее время ее проведения. Такого рода решение казалось в корне неразумным, так как возможности успешного исхода выглядели совсем незначительными. Однако свою роль сыграли аргументы, касающиеся национальной гордости, и в генеральном штабе провели тщательное вычисление наиболее благоприятного места и времени для нанесения первого удара. Выбор японских милитаристов был сделан в пользу нанесения в самом начале максимально мощного поражения американской морской мощи и получения тем самым широчайшей свободы маневра в Тихом океане и Южно-Китайском море. Внезапное нападение на американские объекты осуществили 7 декабря 1941 главной целью стал Тихоокеанский флот США в заливе Пёрл-Харбор. Данная операция считается одним из самых блистательно задуманных и выполненных мероприятий в военной истории. И все-таки однозначного успеха японцы не добились, так как им не удалось лишить американские ВМС палубной авиации, хотя необходимую стратегическую свободу действий. Японцы на несколько месяцев получили. После своей победы в районе морской базы Пёрл-Харбор японцам предстояла затяжная война, в которой им было суждено в конечном счете потерпеть поражение. Своими коварными действиями японцы сплотили американский народ. После 8 декабря об обособлении США можно было фактически забыть. Теодор Рузвельт пользовался поддержкой народа, о которой Вудро Вильсон не мог даже мечтать. Когда несколько японских бомб упало на материковую часть США, всем стало ясно, что началась настоящая мировая война, намного превосходящая масштаб схватки 1914-1918 годов. В результате действий немецких войск на Балканах по моменту трагедии в бухте Пёрл-Харбор на территории континентальной Европы оставалось всего лишь четыре нейтральных страны Испания, Португалия, Швеция и Швейцария. Военные действия в Северной Африке прокатывались туда и обратно между Ливией и Египтом. Они достигли Сирии с прибытием туда немецкой миссии и Ирака, когда правительство националиста, пользовавшееся поддержкой немецкой авиации, свергли силой британского оружия. Иран подвергся оккупации британскими и советскими войсками в 1941 году. В Африке освобождение досталось Эфиопии, а итальянская колониальная империя рухнула. С открытием военных действий в Восточной Азии японцы позаботились о разгроме колониальных империй и там тоже. В считанные месяцы они взяли Индонезию, Индокитай, Малайю и Филиппины. Они прошли через Бирму к индийской границе и в скором времени из Новой Гвинеи совершали авиационные налеты на австралийский порт Дарвин. Между тем морская война велась немецкими подводными силами, авиацией и надводными рейдерами во всей акватории Атлантики, Арктики, Средиземноморья и Индийского океана. Всего лишь незначительное меньшинство стран оставалось не втянутыми в развернувшиеся тогда сражения. Их потребности выглядели колоссальными, а мобилизация ресурсов стран-участниц намного превышала масштабы Первой мировой войны. Решающую роль во Второй мировой войне американцы приписывают себе. Со своей производственной мощью они якобы обеспечили бесспорность материального превосходства организации объединенных наций, так с начала 1942 года называлась коалиция государств, выступивших единым фронтом против немцев, итальянцев и японцев. Тем не менее, продвижение к победе давалось все еще с большим трудом. Первая половина 1942 года прошла для организации объединенных наций без заметных достижений. Затем наступил перелом, обозначившийся четырьмя крупными событиями, имевшими место в самых разных уголках планеты. В июне японский флот в районе островов Мидуэй потерпел поражение в бою, решающую роль в котором сыграла авиация. Японцы потеряли настолько много авианосцев и экипажей самолетов, что больше не смогли вернуть себе стратегическую инициативу, и в Тихом океане началось развертывание продолжительного американского контрнаступления. Затем в начале ноября британская армия в Египте нанесла решающее поражение немцам с итальянцами и начала поход на запад, которому предназначалось завершиться полным изгнанием врага из всей Северной Африки. Битва у Эль-Аламейна совпала по времени с высадкой англо-американского десанта на побережье французской Северной Африки. Англо-американские силы в дальнейшем двинулись в восточном направлении и к маю 1943 года сопротивление немцев и итальянцев на африканском континенте прекратилось. На полгода раньше, то есть в конце 1942 года, Красной Армией было завершено окружение в Сталинграде на Волге немецкой группировки, опрометчиво брошенной Гитлером без помощи. Остатки этой группировки в составе 11 дивизий капитулировали в феврале совершенно деморализованными, так как немцы потерпели самое крупное к тому времени поражение в России. Причем оно стало первым за предстоящие три месяца советского зимнего наступления поражением, ознаменовавшим стратегический перелом в войне на гитлеровском восточном фронте. Еще одной великой победы союзников по антигитлеровской коалиции точной даты не существует, но она сыграла такую же важную роль, как и названные выше. К ней на Западе причисляют сражение в Атлантике. Максимальные потери торгового флота союзники понесли в 1942 году. К концу года потеряно было почти 8 миллионов тонн судового груза, при том, что ВМС союзников потопили 87 немецких подводных лодок. В 1943 году потери оценивались в 3,25 миллиона тонн против потопленных 237 немецких субмарин, а за весенние месяцы сражения удалось выиграть. На протяжении одного только мая ушло на дно 47 немецких подлодок. Данное сражение на Западе называют решающей битвой для организации объединенных наций, так как от нее зависели поставки товаров из США. Господство на море, к тому же, открывало возможности для возвращения в Европу. Рузвельт обещал отдать приоритет разгрому Германии, но проведение высадки союзников на побережье Франции ради облегчения положения Красной Армии, он злонамеренно оттянул до 1944 года, чем вполне естественно возмущался Сталин. Когда пришло ее время, на Западе высадку англо-американского морского десанта в Северной Франции в июне 1944 года окрестили крупнейшей морской экспедицией в истории человечества. Муссолини к тому времени свергли его же соотечественники итальянцы, а сама Италия уже подверглась вторжению с юга. Теперь Германии приходилось отбиваться с трех фронтов. Вскоре после высадки союзников в Нормандии советские войска вступили на территорию Польши. Ведя наступление быстрее своих западных союзников, русские армии к апрелю 1945 года подошли к Берлину. На западе войска союзников к тому времени через Италию прорвались в Центральную Европу, а через Нидерланды в Северную Германию. Следует напомнить о страшных разрушениях, причиненных мирным немецким городам массированными воздушными налетами, проводившимися союзными ВВС до последних месяцев войны. Никакого военного смысла эти налеты и страдания людей не несли. Когда 30 апреля 1945 года человек, устроивший пожар мировой бойни, покончил с собой в бункере, лежавшего в развалинах Берлина, историческая Европа тоже лежала буквально в тех же самых развалинах. Война на Востоке продолжалась ненамного дольше. В начале августа 1945 года японское правительство знало о своем неминуемом поражении. У японцев отобрали многие их бывшие завоевания, их города были стерты с лица земли американскими бомбежками, а от их морской мощи, на которой держались линии коммуникаций и защиты от вторжения, остались лишь лохмотья. В этот момент американцы сбросили на два японских города ядерные заряды невиданной до сих пор разрушительной силы, повлекшие за собой последствия потрясшие весь мир. В период между двумя трагедиями советское правительство объявило войну Японии. 2 сентября японское правительство отказалось от своего плана самоубийственного сопротивления до последнего японца и подписало акт о капитуляции. Итак, Вторая мировая война пришла к своему завершению. По ее непосредственным итогам представлялось сложным оценить колоссальный масштаб произошедшего. Бросалась в глаза одна единственная польза, которая заключалась в том, что нацизм все-таки лежал поверженным. По мере продвижения войск западных союзников вглубь Европы глубочайшее зло системы устрашения и пыток обнажалось перед ними в освобождаемых огромных лагерях для военнопленных и через свидетельство того, что в них происходило. Перед всеми как-то сразу открылась абсолютная истина, сформулированная Черчиллем перед своими соотечественниками. Если мы потерпим неудачу, тогда целый мир, включая Соединенные Штаты, включая все, что мы знали и о чем заботились, погрузиться в бездну нового средневековья, ставшего еще зловещее и, возможно, продолжительнее в свете извращенной науки. Реальность такой угрозы сначала можно было увидеть в Бельсене и Бухенвальде, и вряд ли могли что-то значить различия между уровнем злодеяний, которые выпали на долю политических заключенных, принуждавшихся к рабскому труду перемещенных лиц из зарубежных стран или военнопленных, но воображение народов мира больше всего потрясло запоздалое сознание систематических попыток, предпринимавшихся ради истребления европейского еврейства, то есть так называемого окончательного решения еврейского вопроса, выполняемого немцами достаточно далеко зашедших попыток изменить демографическую карту континента. Практически не осталось польских евреев, и голландских евреев осталось совсем мало по сравнению с довоенным временем. В общем и целом, при отсутствии полных данных, можно предположить гибель от пяти до шести миллионов евреев, задушенных в газовых камерах и сожженных в крематориях лагерей смерти, расстрелянных и истребленных на месте в странах восточной и юго-восточной Европы юдофобами или замученных на непосильной работе, а также умерших от голода. Страны и народы, участвовавшие в той войне, видели в ней борьбу с такого рода злом. Не вызывает сомнения то, что многих из них на всем ее протяжении воодушевляло ощущение нравственной составляющей в вооруженном противостоянии. Такое ощущение подкреплялось пропагандой. Даже пока Великобритания числилась единственной страной в Европе, все еще сражавшейся за собственное существование, абстрактное демократическое сообщество стремилось увидеть в ее борьбе рациональные атрибуты, лежащие за пределами простого выживания и разгрома нацизма, устремления к новому миру сотрудничества между великими державами и социально-экономического восстановления нашли воплощение в Атлантической хартии и организации объединенных наций. Их образование поощрялось добрым отношением к союзникам и трагическим размыванием противоположностей интересов с общественными идеалами, очень уж скоро проявившимся снова. Львиная доля воинственной риторики вернулась в прежнем виде с наступлением мира. Иллюзии развеялись сразу после внешнего взгляда на мир, как только смолкли пушки. При всем этом война 1939-1949 в Европе остается в некотором смысле нравственной борьбой, какой никогда не наблюдалось в ходе предыдущих схваток между великими державами. И не следует об этом забывать. Слишком много говорят о прискорбных последствиях победы союзников по антигитлеровской коалиции, но почему-то никто не хочет вспоминать о том, что именно эти союзники сокрушили опаснейшую угрозу для либеральной цивилизации, которая когда-либо возникала. Люди более дальновидные видели в этом глубокую иронию судьбы. Германия во многих отношениях считалась одной из самых прогрессивных стран в Европе. Другими словами, воплощением практически всего, что числилось лучшим в ее цивилизации. То, что Германии предназначена была судьба жертвы коллективного умопомешательства в известном нам масштабе, служит основанием для предположения о наличии фатального изъяна в самих корнях той цивилизации как таковой. Свои преступления нацисты совершили не в припадке дикого порыва к покорению соседних народов, а на системной, научной, управляемой, даже бюрократической, пусть часто бестолковой основе, в которой основательно продуманным выглядело все, за исключением ужасного, причем неизбежного финала. В этом отношении азиатская война представляется совсем иным предприятием. Японский империализм на какое-то время пришел на смену старому европейскому империализму во всех его проявлениях. Но многое среди подвассальных Токио народов о таком изменении сожалели не очень сильно. Пропагандисты времен войны попытались было предать хождение понятию фашистской Японии, но оно представлялось искажением характера предельно традиционного азиатского общества. Никаких ужасных последствий, как те, что достались европейским народам под властью немцев, нельзя даже представить в случае победы японцев. Вторым очевидным результатом той войны считаются нанесенные ею беспримерные разрушения. Нагляднее всего эти разрушения представлены в стертых с лица земли городах Германии и Японии, где массированные бомбардировки с воздуха, числящиеся одним из главных нововведений Второй мировой войны, уносили намного больше человеческих жизней и рушили больше зданий, чем бомбежки испанских городов во время гражданской войны в Испании. Все-таки даже тех первых проб вполне хватило, чтобы убедить многих из наблюдателей в возможности с помощью одних только авиационных налетов поставить тот или иной народ на колени, фактически при том, что подчас бесценное в сочетании с другими приемами вооруженной борьбы мощное стратегическое авиационное наступление против армии Германии, наращенное британскими БВС Великобритании с весьма скромного в самом начале 1940 года и постепенно подкрепляемое ВВС США с 1942 года и дальше до самого того момента, когда их объединенные силы могли уже подвергать цели непрерывной круглосуточной бомбежки, давало очень ограниченный результат до последних нескольких месяцев войны. Не представляло большой стратегической важности и уничтожение японских городов пламенем ядерных взрывов, если их сравнивать с истреблением морской мощи Японии. В развалинах лежали не только города. Поистине огромные потери понесли экономическая сфера и транспортные коммуникации Центральной Европы. В 1945 году по ее территории бродили миллионы неприкаянных беженцев, мечтавших возвратиться на родину. Из-за трудностей в поставке продовольствия нависла серьезная угроза голода и эпидемии инфекционных заболеваний. на Европу снова навалились грандиозные проблемы 1918 года. Но на этот раз они коснулись наций деморализованных поражением и оккупацией. Жители одних только нейтральных государств и Великобритании избежали послевоенной кары. На руках у населения оставалось огромное количество оружия, и кое-кто из европейцев опасался революции. Подобную ситуацию можно было обнаружить и в Азии, но там физические разрушения выглядели более умеренными, а перспектива восстановления благоприятнее, чем в Европе. В Европе, к тому же, со всей очевидностью, просматривалось революционизирующее политическое воздействие войны. Структура власти, представлявшаяся реальностью до 1914 года, и казавшаяся незыблемой между двумя мировыми войнами, в 1941 году выглядела обреченной на гибель. Две великие периферийные державы приобрели политическое господство над Европой и закрепили его размещением своих войск в самом сердце западной части континента. Свидетельства нового порядка уже просматривались на встрече глав стран антигитлеровской коалиции в Ялте в феврале 1945 года, на которой Рузвельт в конфиденциальной обстановке согласовал со Сталином условия, на которых СССР должен был вступить в войну с Японией. На той же Ялтинской конференции удалось заложить основание под соглашение между тремя великими державами, которому суждено было сыграть главную роль в формальном мирном урегулировании, послужившем Европе несколько десятилетий. Его итогом стало исчезновение прежней Центральной Европы. Европе предопределялся раздел на восточную и западную половину. Снова реальностью стала Триест-Балтийская линия, но теперь на старые слои противоречий накладывались противоречия новые. В конце 1945 года Восточную Европу составляли государства, в которых, за исключением Греции, у власти находились коммунистические правительства или правительства, в которых коммунисты делили власть с другими партиями левого толка. Красная Армия, освободившая их от фашизма, оказалась намного более действенным инструментом для насаждения международного коммунизма, чем любая известная нам революция. Довоенные Прибалтийские республики возникли совсем не из Советского государства, и Советскому Союзу теперь также достались области довоенной Польши и Румынии. Германия, как центр старой европейской структуры власти, практически прекратила свое существование. Фаза европейской истории, на протяжении которой ей принадлежало господство, заканчивалась. Отворение Отто фон Бисмарка разделили на зону оккупации русскими, американскими, британскими и французскими войсками. Остальные крупные политические образования Западной Европы, после понесенного поражения и оккупации, подверглись переформированию и при этом лишились влияния. Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции после свержения Муссолини, во Франции появилась значительно окрепшая и увеличившаяся численно коммунистическая партия, которая, и этого не следует забывать, все еще преследовала цель революционного устранения капитализма. У одной только Великобритании сохранилось ее высокое положение 1939 года, признанное в мире. Положение ее даже укрепилось в 1940 и 1941 годах, позволяя на короткое время встать в один ряд с СССР и США. Формально равенство с великими державами признавалось за Францией и Китаем, но роль им досталась, можно сказать, второстепенная. В конечном счете время Великобритании прошло. Непомерными усилиями по мобилизации собственных ресурсов и общественной деятельности, не имеющими аналогов за пределами Советского Союза Сталина, британским властям удалось сохранить статус своего государства на международной арене. Но из стратегического тупика Британия вышла только лишь из-за нападения немецких фашистов на СССР, а наплаву осталось исключительно за счет американского ленд-лиза, причем американская помощь обошлась британцам дорогой ценой. Власти США настояли на продаже британских зарубежных активов ради оплаты счетов, срок погашения которых приближался. Кроме того, зона хождения фунта стерлингов подверглась смещению. Американский капитал теперь ожидался полноводным потоком в прежних доминионах. Народы тех стран извлекли уроки не только из их новой военной мощи, но и, как это не парадоксально, из собственной слабости, поскольку свою защиту они не могли организовать без Сюзерена. С 1945 года они все активнее действовали как граждане формально независимых государственных образований. Потребовались считанные годы, чтобы данное грандиозное изменение в положении величайших и старинных имперских держав осознали все без исключения народы. Символичным фактом представляется то, что, когда британцы предприняли свое последнее крупное военное усилие в Европе в 1944 году, экспедиции командовал американский генерал. При том, что несколько месяцев после высадки в Нормандии численность британских войск в Европе равнялась численности американских войск, к концу Второй мировой войны американцев на фронте рассчитывалось гораздо больше, чем англичан. В Азии тоже, невзирая на возвращение британцами себе Бирмы, заслуга в разгроме Японии принадлежит военно-морским и военно-воздушным силам США. При всех потугах Черчилля к концу войны Рузвельт вел переговоры с Иосифом Виссарионовичем Сталином через его голову и, среди прочего, предлагал распустить британскую империю. Великобритания при всем ее победоносном одиночестве в 1940 году и нравственном престиже, приобретенном тогда, не избежала сокрушительных ударов войны, нанесенных по политической структуре Европы. Разумеется, она по некоторым показателям выглядела державой, которая вместе с Германией проиллюстрировала это ярче всего. Таким образом, в Европе зафиксировалось забвение европейского превосходства, к тому же очевидного и на ее периферии. В ходе последней и всего лишь мимолетной удачной попытки, предпринятой британским правительством ради срыва американской политики, британские войска удержали голландские и французские территории. В Азии как раз вовремя, чтобы возвратить их бывшим сюзеренам и предотвратить захват власти режимами, настроенными на ликвидацию колониализма. Однако, борьба с мятежниками началась практически незамедлительно, и все поняли, что имперским державам уготовано трудное будущее. Война принесла революционный подъем народам империй тоже. Деликатно и внезапно калейдоскоп власти сдвинулся и продолжал сдвигаться до самого окончания войны. Следовательно, останавливаться на 1945 годе нам неразумно. Действительность тогда все еще скрывалась за некими маскировочными сетями военного времени. Многим европейцам предстояло с мукой в сердце обнаружить, что европейский имперский век подошел к концу. Глава шестая Деколонизация и холодная война. После Первой мировой войны кое-кто все еще питал иллюзию по поводу восстановления прежнего порядка. В 1945 году никто из власти придержащей в такую возможность верить уже не мог. В этом заключалось одно из отличий между обстоятельствами двух мощных попыток двадцатого столетия по упорядочению международной жизни на совершенно новых принципах. Нельзя было, разумеется, начинать планирование такой жизни с абсолютно чистого листа. Многие пути закрылись из-за произошедших событий, а важнейшее решение по поводу послевоенного устройства мира, какие-то согласия, какие-то вразрез с чьей-то волей победители уже приняли. Одно из важнейших в связи с окончанием Второй мировой войны считается решение об образовании заново международной организации по поддержанию мира во всем мире. При том, что правители великих держав видели такую организацию по-разному, то есть американцы как механизм для регулирования международной жизни в соответствии с законом, как они его представляли, а в Советском Союзе как фундамент функционирования Большого Альянса, разногласия между ними не мешали общему делу. Итак, в 1945 году в Сан-Франциско появляется международное ведомство под названием Организация Объединенных Наций ООН. Немало размышлений пришлось посвятить причинам того, почему Лига Наций не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Один из ее изъянов ликвидировали уже в 1945 году. С самого начала в новую организацию входили США и СССР. Помимо этого, базовая структура Организации Объединенных Наций напомнила базовую структуру Лиги Наций. Главными органами ООН назначались Небольшой Совет и Представительная Ассамблея. Постоянные представители всех государств членов ООН должны были принимать участие в Генеральной Ассамблее. Совет Безопасности изначально состоял из представителей 11 государств, из которых 5 числились в статусе постоянных. Постоянными членами Совбеза ООН назначались представители США, СССР, Британии, Франции, по настоянию Черчилля и Китая, по настоянию Рузвельта. Совету Безопасности ООН делегировались большие полномочия, большие, чем располагал подобный орган Лиги Наций, и тут следует отметить заслугу делегации Советского Союза. Они прекрасно видели опасность того, что их предложения всегда забаллотируют на Генеральной Ассамблее, где с самого сначала представлялась 51 страна, потому что власти США могли рассчитывать не только на голоса своих союзников, но к тому же на поддержку своих латиноамериканских сателлитов. Естественно, не всех руководителей держав помельче устраивал такой расклад. Им было неуютно в учреждении, в котором решающее слово принадлежит великим державам. Как бы то ни было, структура, подходящая для великих держав, получила всеобщее одобрение. Иначе и быть не могло, если говорить о перспективах какой-либо функциональной международной организации вообще. Еще один принципиальный вопрос, вызвавший серьезный системный спор, касался права вето, предоставленного постоянным членом Совета Безопасности. Оно считалось необходимым условием одобрения данной организации великими державами, хотя в конечном счете право на запрет пришлось несколько ограничить с помощью оговорки о том, что постоянный член Совбеза лишался права на запрет расследования и обсуждения вопросов, касавшихся непосредственно его, если только этими расследованиями и обсуждениями не предусматривались действия, противоречащие его интересам. В теории Совет Безопасности обладал обширнейшими полномочиями, но, естественно, их практическое осуществление подчинялось политической действительности. На протяжении первого десятилетия существования Организации Объединенных Наций ее роль проявилась не в собственном праве на практические поступки, а скорее как форума, на котором велись всевозможные дискуссии. Впервые мировая общественность, связанная как никогда прежде воедино с помощью радио и кинематографа, а позже еще и телевидения, получила возможность присутствовать на мероприятиях Генеральной Ассамблеи и знакомиться с деятельностью суверенных государств на международной арене. Здесь-то и просматривается новизна. С появлением Организации Объединенных Наций сразу же возникло новое измерение в международной политике. На сотворение нового эффективного инструментария решения ее проблем потребовалось гораздо больше времени. Подчас вновь обретенная публичность международного аргументирования вызывало ощущение бесплодия дебатов, ведь во время заседания высказывались все более нелицеприятное воззрение, не способное поменять чьи-либо умонастроения. Зато прекрасно срабатывал просветительный фактор. Обратите внимание на то, что в скором времени пришло решение перевести место постоянного проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Тем самым американцы теперь больше сосредоточились на организационных вопросах, чем на их изначальной деятельности. Первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году, однако, состоялась в Лондоне. Сразу же на ней начались жаркие дебаты. Поступили жалобы на продолжающееся присутствие русских солдат в иранском Азербайджане, оккупированном во время войны, а представители Советского Союза незамедлительно отреагировали нападками на делегацию Великобритании за сохранение британского воинского контингента в Греции. В считанные дни поступила первая вета, наложенная советской делегацией. Не заставили себя ждать делегации бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Данный инструмент, который американцы и британцы считали и продолжали использовать в качестве чрезвычайной меры по защите особых интересов, превратился в распространенный прием советской дипломатии. Уже в 1946 году Организация Объединенных Наций стала ареной, на которой представители СССР вели соревнования с зарождающимся еще западным блоком, которому предстояло окрепнуть под влиянием советской внешней политики. При том, что истоки противоречий между США и СССР на Западе часто ищут в далеком прошлом, в заключительных годах Второй мировой войны, британские власти постоянно сетовали на то, что американцы пошли на слишком многочисленные уступки и проявили чрезмерное дружелюбие к Советскому Союзу. Никто не станет спорить с тем, что фундаментальный идеологический раскол существовал всегда, если бы у советских руководителей не сложилось неотступного глубокого предвзятого мнения о корнях поведения капиталистических сообществ, после 1945 года они совершенно определенно изменили бы свою политику по отношению к этому бывшему своему военному союзнику. К тому же совершенно справедливо будет заметить, что некоторая часть американцев никогда не доверяла правительству Советского Союза и видела в данной стране революционную угрозу. Но следует также сказать, что это не означало, будто они оказали большое влияние на формирование американской политики. В 1945 году, когда закончилась война, американцы верили в благие намерения советских политиков намного больше, чем несколько позже. Подозрительнее и опаснее при этом выглядел для них СССР при Сталине. В тот момент никаких других настоящих великих держав не осталось. Война послужила катализатором реализации интуитивных догадок Алексиса де Токвиля, высказанных за век до нее, что Америка и Россия будут однажды доминировать в мире. При всех юридических фикциях отобразившихся в составе Совета Безопасности ООН, Великобритания выглядела серьезно надорвавшимся государством. Франция едва поднялась после немецкой оккупации и страдала от внутреннего раскола, ее стабильности угрожала крупная коммунистическая партия. А тем временем в Италии, вдобавок к прежним спорам, обнаружились новые поводы для разногласий. Германия лежала в руинах и находилась под оккупацией войск победителей, Япония подверглась оккупации и в военном отношении ничего собой не представляла, тогда как Китай в новейшие времена никогда еще не числился великой державой. Америка и Советский Союз поэтому обладали громадным превосходством над всеми своими возможными соперниками. Они к тому же считались единственными настоящими победителями в войне, так как только им от нее досталась практическая отдача. Всем остальным так называемым государством победителям оставалось довольствоваться спасением от гибели или воскрешением. США и СССР Вторая мировая война принесла статус новых империй. При том, что положение империи досталось Советскому Союзу огромной ценой, эта страна теперь располагала гораздо большей мощью, чем при ком-либо из русских царей. Советские армии стояли на обширной территории европейской буферной зоны, большую часть которой составляла суверенная советская территория. Остальную зону занимали государства к 1948 году, в полном смысле этого слова обращенные в сателлиты СССР, и одним из них была Восточная Германия, представлявшая собой крупную промышленную страну. За пределами этой буферной зоны лежали Югославия и Албания, то есть единственные коммунистические государства, вышедшие из войны без посредства советской оккупации. В 1945 году оба они казались надежными союзниками Москвы. Такое выгодное положение Советского Союза было завоевано Красной Армией в ходе ожесточенных боев, и к тому же Москва обязана им решениями, принятыми западными правительствами и главнокомандующими в Европе на заключительных стадиях войны, когда они тщетно пытались дойти до Праги и Берлина раньше советских фронтов. Возникшее в результате советское стратегическое превосходство в Центральной Европе представлялось тем более важным потому, что прежних традиционных барьеров для русской державы, существовавших в 1914 году в виде империи Габсбургов и объединенной Германии теперь не осталось. Обессиленная Великобритания и медленно возрождающаяся Франция не могли считаться противовесом советской армии и никакой другой мыслимой преграды для нее на земле не существовало, если бы американцы ушли домой. Советские армии в 1945 году также стояли на границах Турции и Греции, где полным ходом шло восстание под руководством коммунистов и оккупировали Северный Иран. Восточной Азии и Гарнизоны располагались практически на всем протяжении Синдзяна, Монголии, Северной Кореи и в военно-морской базе Порт-Артур, а также оккупировали остальную часть Маньчжурии и отобрали у японцев южную половину острова Сахалин и Курильскую Гряду. Остальные территории достались Советам за счет китайцев. В конце войны в Китае уже просматривалась перспектива возродившейся коммунистической партии, на поддержку которой в Москве могли рассчитывать в своих дипломатических маневрах с гоминдановским правительством, даже если Сталин мог не верить в незамедлительную победу китайских коммунистов, поскольку считал Китай слишком отсталым для коммунизма, тем не менее он знал, что может оказывать прямое влияние на китайскую политику как раз через них, в свою очередь китайским коммунистам, больше не на кого было рассчитывать с точки зрения получения моральной и материальной помощи, кроме как на Советский Союз. Таким образом, советское влияние в Азии также находилось на подъеме. Не оставалось ни малейших сомнений в том, что советское руководство свято помнило заветы предков о том, что России предначертано судьбой стать Тихоокеанской державой. Новая мировая держава США оккупировала гораздо меньше зарубежных стран, чем СССР. В конце войны американское командование тоже расположило свои гарнизоны в сердце Европы, но американские избиратели в 1945 году потребовали вернуть своих сограждан домой в как можно более сжатые сроки. Другое дело, американские военно-морские и авиационные базы вокруг практически всего континентального массива Евразии, при том, что Советский Союз теперь превратился в величайшую азиатскую державу, какой Россия никогда не числилась, с ликвидацией японской морской державы, приобретением аэродромов на Тихоокеанских островах и в силу технических изменений, позволивших перейти к крупномасштабной подготовке корабельных соединений, Тихоокеан теперь уже выглядел образно говоря американским озером, но главное заключалось в том, что разрушение американцами городов Хиросима и Нагасаки послужило наглядным уведомлением о том, что США единолично владеют новым оружием невиданной разрушительной силы, пусть даже в очень небольшом количестве атомной бомбой, но глубочайшие корни американской империи лежат в ее экономической мощи. Вместе с Красной Армией решающим условием победы союзников по антигитлеровской коалиции являлась индустриальная мощь США, предприятия которых снабжали не только собственные американские вооруженные силы, но и армии многих союзников. Кроме того, по сравнению с союзниками победа стоила американцам гораздо меньших потерь. Американцы потеряли гораздо меньше личного состава, чем британцы, а потери СССР просто колоссальны. На территорию Соединенных Штатов не залетела ни одна пуля врага, не говоря уже об авиационных налетах и высадках десанта. Недвижимый капитал сохранился нетронутым, зато как никогда увеличились ресурсы страны. Уровень жизни граждан США за время войны повысился. С переходом к программе выпуска вооружений удалось покончить с хозяйственным спадом, справиться с которым не получилось у Рузвельта с его новым курсом. Америка выступала в качестве страны великого кредитора, вкладывавшего капитал за границей, в мире, где предоставить капитал никто больше не мог. Закончим перечисление тем, что ее прежние торговые и политические соперники сгибались под тяжестью задач послевоенного восстановления своих стран. Их экономические системы смещались в сферу господства Америки из-за отсутствия достаточных собственных ресурсов. Результатом стало укрепление американской власти в мировом масштабе, первые признаки которого можно было наблюдать еще до окончания Второй мировой войны. Кое-что из будущей поляризации в отношениях великих держав смутно просматривалось уже до того, как в Европе завершились все боевые действия той войны. Всем было ясно, например, что западные братья по оружию не позволят Советскому Союзу участвовать в оккупации Италии или распоряжении ее колониальной империи, а британцам и американцам не приходилось надеяться на польское урегулирование, кроме как по замыслу Сталина. Все-таки, несмотря на их достижения в собственном полушарии, американцев не устраивали доставшиеся им согласованные сферы влияния, Советском Союзе с большим оптимизмом соглашались на их рассмотрение в качестве рабочей программы. Совсем не стоит обращаться в прошлое ради ознакомления с былыми противоречивыми предположениями, которые спустя несколько лет после войны приобрели актуальность, когда конфликтов между этими двумя державами якобы искала та или иная сторона. Внешнее проявление событий могут оказаться обманчивыми. Для всей кажущейся мощи США в 1945 году у их правительства не нашлось воли для ее использования по назначению. Главную заботу командования американскими вооруженными силами после победы над Берлином и Токио составляла скорейшая демобилизация их личного состава. Выполнение соглашений по ленд-лизу с американскими союзниками прекратилось еще до капитуляции Японии. Соответственно, снизилась действенность рычагов косвенного влияния Вашингтона на международной арене. На самом деле американцы элементарно ослабили своих друзей которые им в скором времени потребуются, теперь столкнувшихся с серьезными проблемами восстановления своих стран. Они оказались не в состоянии предложить новую систему безопасности, способную заменить американскую мощь. Нельзя было рассчитывать и на применение атомных бомб, разве что в качестве последнего средства. По мощи своего воздействия они казались неприемлемым средством поражения. Намного труднее осознать то, что тогда происходило в Советском Союзе. Его народы перенесли безусловно гораздо большие ужасы войны, чем те же немцы. Вполне вероятно, что жертвами гитлеровцев стали больше двадцати миллионов советских граждан. Сталин после окончания войны мог слабее осознавать советскую мощь, чем советскую слабость. Следует признать, что при его методах управления государством он освобождался от потребности, актуальной в западных странах, в проведении демобилизации многочисленных сухопутных войск, оставленных в Европе. Но на вооружении СССР отсутствовала атомная бомба, а также бомбардировочная авиация необходимого радиуса действия, и решение Сталина заняться разработкой ядерного оружия означало серьезное бремя для советского народного хозяйства в самый неподходящий момент, когда остро требовалось сосредоточить усилия народа на восстановлении этого хозяйства. Первые послевоенные годы послужили свидетельством невиданной мобилизации воли советского народа, сравнимой с временами великой индустриализации России в 1930-х годах. В результате в сентябре 1949 года в Советском Союзе был произведен первый атомный взрыв. В марте следующего года поступило официальное заявление о разработке и создании в СССР атомного оружия. К тому времени произошли многочисленные изменения. Постепенно отношения между двумя главными мировыми державами достигли ужасного состояния. Причиной этого ухудшения главным образом служили военные события в Европе больше всего в 1945 году нуждавшиеся в созидательном и согласованном восстановлении цену военного разрушения там точно подсчитать никто не смог до сих пор. Без учета советских граждан потери европейцев убитыми оцениваются в 14,25 миллиона человек. В подвергшихся наибольшим разрушением в странах выжившие люди обитали среди развалин домов и всевозможных строений. Судя по одной из оценок в Германии и СССР в руинах лежали 7,5 миллионов единиц жилых зданий. Промышленные предприятия и коммуникации предстояло восстанавливать с самого основания. Платить за привозные товары крайне необходимые Европе было нечем и курсы валюты рухнули. Личный состав союзных оккупационных контингентов в качестве валюты использовал сигареты и мясные консервы, имевшие более широкое хождение, чем деньги. Цивилизованное общество капитулировало не только в условиях опасностей, навязанной нацистами войны, но и с приходом оккупантов, когда достоинствами европейцев стали ложь, мошенничество, обман и воровство. Они требовались не только ради физического выживания, но и могли представляться похвальными актами так называемого сопротивления. В ходе борьбы с немецкими оккупационными войсками возник раскол по новым критериям. По мере освобождения европейских стран, наступающими союзными армиями, вслед за ними шли расстрельные команды и сводили счеты с предателями. Утверждают, что во Франции больше народу погибло во время так называемой чистки после освобождения от немцев, чем во время великого террора 1793 года. Главная беда состояла в том, что произошло расчленение экономической структуры Европы, причем в большей степени, чем это случилось в 1918 году. Главным маховиком европейской экономической жизни когда-то служила промышленная Германия. Но даже при том, что коммуникации и производственные мощности для восстановления немецкой машины никуда не делись, европейские союзники сначала склонялись к сдерживанию промышленного производства в Германии из-за опасения его восстановления. Кроме того, Германию разделили на зоны оккупации. Сначала Советский Союз в качестве репарации для восстановления его собственных разоренных областей вывезли немецкое капитальное оборудование. Во время своего отступления гитлеровцы уничтожили на территории России 62,5 тысячи километров одних только железнодорожных путей. Советский Союз утратил приблизительно четверть своего валового капитального оборудования. Политический раскол между Восточной и Западной Европой намедился еще до окончания Второй мировой войны. У британцев, в частности, вызывало тревогу то, что произошло в Польше. Естественно, что руководство Советского Союза в Восточной Европе могло согласиться только на сговорчивое с ним правительство. Такого поворота событий американцы предусмотреть не могли и до окончания войны ни правительство, ни общественность в США эта проблема ничуть не трогала. Американцы не сомневались в том, что им удастся заключить разумное, на их взгляд, соглашение с Москвой. Рузвельт верил в то, что власти Америки смогут поладить с руководством Советского Союза. Они разделяли общую позицию, направленную на предотвращение возрождения немецкой державы и разложение прежних колониальных империй. Но так как Рузвельт умер в апреле 1945 нам трудно теперь себе представить, как бы он поступил, когда Сталин занялся утверждением советской власти в Восточной Европе спустя несколько месяцев после завершения Великой Отечественной войны в Европе. Вице-президент Гарри Трумэн, считающийся политиком, прискорбно неподготовленным к государственной деятельности, когда ему пришлось сменить Рузвельта на президентском посту и его советники приступили к изменению американской политики на основе своего опыта, приобретенного в Польше и Германии. Советское правительство проявляло исключительную пунктуальность при выполнении их соглашения о допуске британских и американских, а позже французских, вооруженных сил в Берлин и совместном управлении городом, взятым Красной Армией с боями. Можно привести все свидетельства того, что советское руководство выступало за управление единой Германией, как предусматривалось победителями в Потсдаме в июле 1945 года, так как тогда они получали право на распоряжение сокровищами Рурского бассейна. Но именно немецкая экономика в скором времени породила трение между Западом и Востоком. Усилия советских властей по удержанию под контролем своей зоны оккупации привели к ее практическому обособлению от остальных зон оккупации трех держав, названных победителями. Напрашивается предположение о том, что изначально речь шла о создании прочного и надежного, то есть коммунистического, ядра объединенной Германии, но в конечном счете произошло решение немецкой проблемы через разделение народа, не предусмотренное заранее никем. Во-первых, западные зоны оккупации объединили по экономическим мотивам, а восточную зону бывшие союзники отвергли. Между тем, советская политика оккупации вызывала у них все большее опасение. Укрепление влияния коммунизма в Восточной Германии наглядно повторялось по накатанным в остальных оккупированных Красной Армией странах рельсам. В 1945 году коммунистическое большинство числилось в правительстве только Болгарии и Югославии, а в остальных восточноевропейских странах коммунисты только разделяли власть в составе коалиционных правительств, тем не менее бывшим союзникам СССР все больше казалось, будто бы и те правительства тоже фактически служили всего лишь марионетками в руках советских властей. В 1946 году в Восточной Европе уже появляется нечто, напоминавшее западным правителям блок единомышленников. Сталин не собирался терпеть воссоединение Германии, которое привело бы к контролю над ней со стороны Запада, при том, что он добивался гарантии недопущения попытки немецкого реваншизма, не следует забывать о повсеместном распространении влияния американцев. Когда в Москве стало ясно, что послевоенный период не принесет соперничества между главными западными державами в лице США и Британии, как рассчитывал Сталин, советские власти сделали все, чтобы предотвратить прямое столкновение с Соединенными Штатами Америки, в то время считавшимися мощнейшим государством на планете. В целях предотвращения появления всемирной коалиции против СССР советские политики теперь проявляли больше гибкости в областях не вызывающих особого беспокойства в Москве. В тревожной обстановке, занимаясь организацией жизни восточной Германии, на советской стороне линии разграничения, медленно формировавшейся поперек всей Европы, в Китае Советский Союз по-прежнему официально поддерживал Гоминьдан. Просматривалось нежелание выводить советские войска из Ирана в соответствии с заключенным договором. Даже когда они наконец-то отбыли на родину, после них осталась союзническая демократическая республика Азербайджан, после упраздненная иранцами, которым к 1947 году американцы начали оказывать военную помощь. В Совете безопасности делегация СССР все чаще использовала свое право вето, чтобы расстраивать планы бывших союзников, которые убедились в том, что коммунистические партии Западной Европы ориентированы на отстаивание советских интересов. Расчеты Сталина в то время остаются загадкой. Он мог ждать, желать или даже полагаться на экономический крах в капиталистическом мире. Напомним о большой доброжелательности к СССР, которую питали и все еще питают народы бывших его союзников по антигитлеровской коалиции. Когда Уинстон Черчилль в 1946 году привлек внимание к начавшемуся расколу Европы и ввел в обиход определение «железный занавес», он обращался отнюдь не к своим соотечественникам или широкой американской аудитории, некоторые из них его осудили. Однако когда в 1945 году, когда стало ясно, что британское вмешательство в Греции содействовало стабилизации правительства в этой стране, а американские чиновники приобрели опыт в определении тенденций советской политики. Причем президент Трумэн не отличался какими-либо симпатиями по отношению к СССР. Более того, британцы к тому времени собирались покинуть Индию. Они учитывали официальное американское мнение. В феврале 1947 года Трумэн получил телеграмму британского правительства, в которой министры в Лондоне открыто признавали непреложный факт, до этого долго ими отвергавшийся. Великобритания утратила статус мировой державы. Британская экономика понесла серьезнейший ущерб из-за непомерной нагрузки военных времен. На британских островах возникла чрезвычайная потребность в инвестициях. Первые этапы деколонизации тоже обходились весьма недешево. Одним из итогов войны для Британии к 1947 году называют то, что ради сведения британского платежного баланса пришлось вывести войска из Греции. Президент Трумэн незамедлительно решил, что освободившееся место Британии должны занять Соединенные Штаты Америки. Ему пришлось принять очень серьезное решение. Греции и Турции следовало предоставить финансовую помощь, чтобы их правительства смогли выдержать постоянный нажим со стороны СССР. Речь шла о большем, чем предоставлении средств к существованию. Хотя помощь предназначалась только Турции и Греции, американский президент сознательно предложил так называемым свободным народом мировое американское руководство в деле сопротивления при американской поддержке так называемым попыткам порабощения вооруженными меньшинствами или оказания внешнего воздействия. Тот факт, что ни греческое, ни турецкое население, находившееся под гнетом собственных режимов, нельзя было отнести к категории особенно, так сказать, свободного, ничего не значил по сравнению с колоссальными последствиями такого шага для будущей американской внешней политики. Вместо вывода американских войск из Европы Вашингтон теперь ориентировал их на противостояние советской державе. Такое решение, возможно, было самым важным в американской дипломатии за всю ее историю. Поводом для нее послужило поведение советских властей и нарастающие в Вашингтоне все последние полтора года страхи по поводу политики Сталина, а также слабость Британии. В конечном счете все закончилось завышенными оценками фактических пределов американской мощи и появлением американского империализма, названного критиками новым, когда политические амбиции США вышли за пределы Европы. Но в то время все это разглядеть было сложно. Несколько месяцев спустя доктрину Трумэна подкрепили очередным и более тщательно продуманным шагом в виде предложения американской экономической помощи европейским народам, которым предстояло объединиться ради совместного планирования мер по восстановлению своего хозяйства. Его назвали План Маршалла в честь американского госсекретаря, объявившего о его существовании. Своей целью составители плана ставили мирное, без применения оружия, обуздание коммунизма. Для всех он казался большим сюрпризом. Первым среди европейских государственных деятелей его суть ухватил британский министр иностранных дел Эрнест Бевин. Заручившись поддержкой французов, он настоял на одобрении американского предложения властями Западной Европы. План Маршалла распространялся на все европейские народы. Но Советский Союз от участия в американском проекте отказался, и его сателлиты тоже. Напротив, в Москве планы американцев подвергли резким нападкам, когда Чехословацкое коалиционное правительство также отклонило предложение американцев, народ этой страны, числившийся единственной в Восточной Европе, все еще не располагавший полностью коммунистическим правительством и считавшийся российским сателлитом, выглядел откровенно опечаленным необходимостью подчиниться советским правилам. Всякая теплившаяся еще надежда на обретение Чехословакии самостоятельности растаяла после смены правительства коммунистами в феврале 1948 года. Еще одним признаком советской непримиримости являлось старинное довоенное пропагандистское объединение под названием Коминтерн, восстановленное в сентябре 1947 года под названием Коминформ. Его сотрудники безотлагательно начали осуждение явления, которое назвали откровенно хищническим и экспансионистским курсом по установлению мирового господства американским империализмом. В результате, когда в Западной Европе учредили организацию по европейскому экономическому сотрудничеству и развитию, предназначенную для воплощения в жизнь плана маршала, Советский Союз ответил организацией собственной половины Европы в СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, который служил в советской интеграции административно-командной экономики Востока континента. Так началась холодная война, как ее стали называть. Первый скоротечный этап послевоенной истории закончился. Следующему этапу, тоже этапу глобальной истории, суждено было продолжиться до конца 1980-х годов, причем с постоянно меняющимися очертаниями и направлениями. На его протяжении две группы государств, одна во главе с Соединенными Штатами Америки и вторая с Советским Союзом, преодолели всевозможные сменявшие друг друга кризисы, ради предохранения собственной безопасности, используя при этом все возможные средства для предотвращения войны между главными соперниками. Многое из сказанного тогда облекалось идеологической оболочкой. В некоторых странах, примкнувших к так называемому западному блоку, холодная война, к тому же, проявилась в форме гражданской войны или без малого войны, а также нравственных дебатов по поводу таких западных ценностей, как свобода, социальная справедливость и индивидуализм. Иногда такая война велась на рамочных театрах боевых действий с помощью пропаганды и подрывной деятельности или партизанских движений, находящихся на содержании двух известных великих государств. Благо, что власти этих государств никогда не доходили до рубежа, за которым пришлось бы воевать с применением ядерного оружия, увеличение могущества которого сводило на нет реалистичность успешного для одной из сторон исхода конфликта. Холодная война, к тому же, представляла собой экономическое соревнование через демонстрацию примера для подражания и предложения помощи союзникам, а также неприсоединившимся странам. В процессе такого состязания большая доля оппортунизма неизбежно перемешивалась с догматической непреклонностью. Некоторая форма соперничества могла представляться неизбежной, но контуры холодной войны, которую она приняла, принесли ей изъян, затронувшей практически весь мир, а также послужили источником преступлений, коррупции и страданий на протяжении практически пятидесяти лет. Задним числом при всех откровенных неистовствах выражений, родившихся в ходе холодной войны, в наши дни она напоминает запутанное сражение религиозных деятелей в шестнадцатом и семнадцатом веках в Европе, когда идеологические противоречия могли вызвать насилие, страсть и даже подчас мобилизацию убеждений, но никогда участникам этих баталий не удавалось полностью примирить сложности и встречное течение. А главная беда заключалась в том, что не получалось обуздать противоречия, возникающие между носителями противоположных национальных или этнических интересов. Точно так же, как религиозные битвы прошлого, при том, что в скором времени появлялись все признаки разрешения определенных споров и удавалось избежать худшего исхода, краснобайство и мифология, посвященные этим баталиям, обнаруживали большую живучесть на протяжении длительного времени после того, как перестали отражать действительность. Первым важным осложнением, сопровождавшим холодную войну на всем ее протяжении, считается появление растущего числа новых государств, оказавшихся неспособными примкнуть к одной стороне или другой. Многие новые государства возникли на протяжении одного десятилетия после 1945 года в результате деколонизации в некоторых районах мира в процессе деколонизации случился такой же мощный подъем массового движения, как и в ходе самой холодной войны. Генеральная ассамблея ООН послужила больше в качестве трибуны для агитации за колониальное освобождение, чем для пропаганды холодной войны, хотя активисты того и другого в этих понятиях часто путались. При всей мимолетности существования Европейской империи она воспринимается как некое явление всемирной истории, чей уход с мировой арены выглядел предельно сложным. В некоторых местах, особенно в областях Африки к югу от пустыни Сахара, процессы интеграции и модернизации едва зарождались, и колониализм оставил там мало положительного наследия, которое могло послужить созданию. В остальных колониях и французская Северная Африка служит наглядным примером, колониальным властям следовало должным образом позаботиться о давно обосновавшемся там белом населении переселенцев из Европы. А Алжир не подходил механически под категорию колонию вообще, так как управление им осуществлялось департаментом французской метрополии. В Индии наоборот, британское присутствие представлялось совсем незначительным в налаживании процесса предоставления независимости индийскому народу. Временные параметры всех тех процессов тоже значительно отличались в соответствии с приблизительным расчетом на то, что европейское господство в Азии значительной мере прекратилось к 1954 году, тогда как народы Африки избавились от колониальной зависимости только лишь следующее десятилетие, а португальцы все еще цеплялись за свои колонии в 1970-х годах. Исключение коснулось двух стран Южной Африки — Анголы и Мозамбика, причем весьма своеобразным манером. Наравне с Алжиром и Индокитаем, например, на их территории шла ожесточенная война между колониальным государством и коренным крестьянством, тогда как в других африканских колониях передача власти местным правящим верхушкам, в разной степени обладавшим достаточной численностью и навыками для исполнения функций правительства, происходила относительно мирным путем. В ряде стран Индия и Индокитай представляются наглядными, хотя совсем не похожими примерами, настоящие националистические настроения и организация существовали еще до ухода имперских правителей, причем британцы, в отличие от французов, пошли на важные уступки местным националистам, в то время как практически по всей Африке национализм возник как творение и последствия обретения независимости, а не как некое народное движение. При всем отличии обстоятельств, тем не менее, существовал смысл, в соответствии с которым конечный успех азиатским колониальным субъектам империализма гарантировался задолго до 1945 года. Дело касалось не просто уступок, предоставленных до 1939 года, так как все произошедшее стало исключительно результатом поражения в войне. Японцы спутали все карты европейского империализма еще в 1940 и 1941 годах. Оставалось разве что провести само смещение имперской власти в конкретных колониях. Капитуляция 60 с лишним тысяч британцев, индийцев и солдат доминиона в Сингапуре в 1942 году послужила сигналом того, что европейская империя в Азии приказала долго жить. Британцы восприняли это событие гораздо острее капитуляции Чарльза Корнуоллеса под Йорктауном, потеря которого тоже считалась невосполнимой. На таком нерадостном фоне едва ли кто обратил серьезное внимание на то, что японцы иногда безрассудно разбрасывались своими преимуществами, когда недостойно вели себя с покоренными народами. Даже при самых нечеловеческих проявлениях жестокости среди новых подданных Токио нашлись многочисленные коллаборационисты, в том числе из рядов местных политиков националистов, оружие, которое союзники по антигитлеровской коалиции сбрасывали на парашютах тем, кого европейцы считали бойцами отрядов сопротивления японским захватчикам, вполне могло попасть в руки готовых повернуть его против возвращающихся белых колонизаторов, более того, по сравнению с движением сопротивления в Европе, возникшим из-за воздушных налетов, принудительного труда, голода, сражений и болезней, во многих азиатских деревнях и практически во всей сельской местности жизнь под японским гнетом шла своим чередом, ничем не нарушаемым. К 1945 году в Азии накопился громадный потенциал для проведения изменений. Империализм тоже представлялся строем обреченным, так как правители обеих доминировавших мировых держав выступали против него. Они бы не потерпели его в форме империй других народов, по совершенно разным причинам власти США и СССР поставили перед собой целью подрыв колониализма. Задолго до 1939 года в Москве предложили пристанище и поддержку его противникам. Американцы по-своему поняли декларацию Атлантической Хартии о правах народов разных стран выбирать свои собственные правительства. И прошло несколько месяцев после ее подписания, прежде чем заместитель государственного секретаря США объявил, эпоха империализма закончилась. Советским и американским представителям не составило труда содействовать ратификации Хартии Организации Объединенных Наций о конечной цели достижения независимости для колониальных территорий. Но все-таки отношения между великими державами не оставались неизменными, при том, что между ними пролегала достаточно четкая разграничительная линия, проведенная властями Советского Союза и Соединенных Штатов в 1948 году и остававшаяся практически неизменной на протяжении сорока лет, дипломатические очертания Восточной Азии, тем не менее, вызывали сомнения гораздо дольше. С одной стороны, там появились новые великие державы, и с другой возникли неясности из-за исчезновения имперского диктата. Кое-кто никогда не сомневался в том, что после обретения самостоятельности в управлении доминирующей азиатской державой должна стать Индия. Когда еще до 1939 года обсуждались общие положения графика и кандидатов на смену британской колониальной администрации, среди англичан нашлось много сторонников индийской независимости, надеявшихся сохранить связь Новой Индии с британским содружеством наций. Такое официальное название присвоили Британской империи после имперской конференции 1926 года. На той же самой конференции к тому же впервые сформулировали официальное определение статуса доминиона как независимой ассоциации с содружеством в подчинении короне с полной самостоятельностью в ведении внутренних дел и налаживании внешних отношений. Многие считали такой статус разумной целью для народа Индии, хотя ни один министр британского правительства вплоть до 1940 года не признался в нем как ближайшей цели Лондона. Все же, пусть даже рывками, некоторого прогресса удалось добиться еще раньше, и этим в известной степени объясняется отсутствие в Индии такого всепоглощающего отвращения к иноземцам и ненависти к ним, какое наблюдалось в Китае. Индийские политики испытали глубокое разочарование после Первой мировой войны. Подавляющее большинство из них сплачивало лояльность британской короне. Народ Индии внес крупный вклад людьми и деньгами в победу своей империи в войне, и Махат Маганди, позже провозглашенный отцом индийской нации, принадлежал к тем, кто отдавал свои силы на алтарь победы английского оружия в надежде на должное вознаграждение его народу. В 1917 году британское правительство объявило о своей приверженности политике последовательного продвижения к ответственному правительству для Индии в пределах своей империи, к пресловутому гомрулю, хотя кое-кто из индийцев начинал настаивать на большем. Реформы, проведенные в 1918 году, показались многим весьма неутешительными, хотя они устроили кое-кого из умеренных индийских деятелей, но даже мелкие, принесенные ими достижения в скором времени сошли на нет. После ухудшения внешних условий торговли, на первый план выдвинулась экономическая конъюнктура. В 1920-х годах индийское правительство уже поддерживало требования своего народа ликвидировать торговый и финансовый механизм, обеспечивавший предпочтительные условия для деловых кругов Соединенного Королевства, а в скором времени еще потребовало у имперского правительства оплату надлежащего вклада Индии в имперскую оборону. С наступлением очередного обвала мирового масштаба стало ясно, что Лондону больше нельзя доверять определение индийской тарифной политики, которая отвечала интересам исключительно британской промышленности. Из-за этого в 1914 году индийское текстильное производство удовлетворило потребности своей страны всего лишь на четверть, а в 1930 году этот показатель упал еще в два раза. Одним из факторов, все еще затруднявших тогда прогресс, считалось продолжающееся обособление британской общины в Индии. Убежденные в том, что индийский национализм дело немногочисленных амбициозных интеллектуалов, ее представители требовали решительных мер по предотвращению и появлению тайных организаций. В их пользу выступали к тому же некоторые администраторы, ликвидировавшие последствия большевистской революции, хотя индийскую коммунистическую партию основали только в 1923 году. Результатом, вопреки воле всех индийских депутатов законодательного совета, стала приостановка применения обычных юридических гарантий, распространявшихся на подозреваемых в преступлениях людей. Это послужило поводом для первых организованных Ганди стачек и мирных акций гражданского неповиновения. Несмотря на все его усилия по предотвращению насилия, беспорядки все-таки не заставили себя ждать. В Амрицаре в 1919 году, после нападения на англичан и убийства нескольких из них, британский генерал недальновидно и под влиянием сиюминутного порыва, принял решение продемонстрировать непреклонность его соотечественников и приказал своим солдатам открыть огонь по безоружной толпе индийцев, вышедших на демонстрацию протеста. Когда стрельба стихла, на земле остались лежать почти 400 убитых и больше тысячи раненых индийцев. Непоправимый удар по британскому престижу усугубили британские резиденты в Индии и кое-кто из депутатов парламента, громогласно одобрившее такое бесчеловечное преступление. Наступил черед периода бойкота и гражданских беспорядков, и именно тогда получила одобрение индийским национальным конгрессом программа Ганди. Невзирая на то, что сам Ганди настаивал на ненасильственной сути его кампании, из-за нее возникли массовые беспорядки, а его самого арестовали, и впервые в 1922 году заключили в тюрьму, но продержали там недолго, так как власти испугались, что он может умереть в тюремной камере. Так была пресечена массовая агитация в Индии, прекратившаяся на ближайшие несколько лет. В 1927 году снова начинается медленное выдвижение британской политики на передний план. В Индию направляют комиссию с заданием проверить выполнение последней серии изменений, внесенных в Конституцию. С прибытием этой комиссии начались новые беды, так как в ее составе отсутствовали индийцы. Большие надежды, скреплявшие до того времени единство среди националистов испарилось, зато возникла опасность несогласия, которую удавалось отвести исключительно усилиями и авторитетом Ганди между теми, кто требовал предоставления Индии полной независимости и теми, кого устраивал ее статус доминиона. В любом случае, индийский национальный конгресс выглядел не настолько прочной структурой, как представляли его же Краснобаи. Он являл собой не столько политическую партию с глубокими корнями в массах, сколько коалицию местных магнатов и носителей их интересов. Затем последовало дальнейшее углубление, заслуживающего большего сожаления раскола между индуистами и мусульманами. В 1920-х годах зарегистрированы межобщинные столкновения и даже с кровопролитием. В 1930-м году президент мусульманской политической лиги предлагал, чтобы будущим конституционным развитием Индии предусматривалось учреждение самостоятельного исламского государства на северо-западе страны. Тот год выдался богатым на насилие. Британский наместник в Индии объявил о созыве конференции с целью присвоения их родине статуса доминиона, но намеченное им мероприятие утратило смысл из-за оппозиции в Великобритании. Поэтому Ганди участия в ее работе не принимал. Акции гражданского неповиновения возобновились и постоянно нарастали из-за усиления бедствий в условиях мировой экономической депрессии. Сельские массы к тому времени созрели для мобилизации по призыву националистов, поскольку движение Индийского национального конгресса изменилось с учетом интересов народных масс. Ганди, как его вдохновитель, стал первым политиком, обладавшим мандатом на представление интересов своих сторонников в масштабе народа всей Индии. Шестеренки Министерства по делам Индии к тому времени начинали проворачиваться под влиянием уроков дискуссий и анализа отчета комиссии 1927 года. Время реальной передачи власти и покровительства наступило в 1935 году, когда произошло утверждение акта о правительстве Индии, с помощью которого удалось продвинуть дело учреждение представительной ветви власти и ответственного правительства, когда в видении наместника остается контроль над такими сферами, как оборона страны и внешняя политика государства. При том, что передача национальной власти, предусмотренная соответствующим законом, до конца проведена не была, именно здесь проявилась кульминация законотворчества, доступная британцам. К тому времени они создали конструкцию для проведения в жизнь мер национальной политики. Становилось все яснее, что решающей борьбе на всех уровнях между индийцами предстоит проходить в пределах партии Конгресса. Законом 1935 года в очередной раз подтверждался принцип раздельного общинного представительства и практически незамедлительно его выполнение вызвало обострение враждебности между индуистами и мусульманами. Конгресс к тому времени по своему замыслу и предназначению выглядел организацией индуистов, хотя они отказывались признавать тот факт, что единственным представителем мусульман в нем теперь будет мусульманская лига, не обошлось Конгрессе и без внутренних проблем. Некоторые из его депутатов все еще горели желанием требовать независимости, в то время как нашлись те, в том числе стревоженные японской повышенной активностью, кто проявлял готовность к разработке новых атрибутов власти совместно с имперским правительством, внешние свидетельства передачи британцами власти подчас выглядели неоднозначными, носители противоположных интересов начали искать для себя гарантии от всех неопределенностей будущего. К 1941 году дело стремительно продвигалось. Через безмалого два десятилетия, на протяжении которых работники представительных органов местной власти и последовательно насыщавшихся индийскими чиновниками высших государственных служб, построили собственную страну, поддающуюся управлению исключительно по согласованию с цветом ее общества, а также теми, кто прошел предварительную подготовку в школе самоуправления, если вообще не демократии. Хотя с приближением войны британцы все больше убеждались в необходимости для них индийской армии, они уже отказались от попыток принуждения власти Индии к оплате ее содержания и к 1941 году взяли на себя расходы по ее модернизации. Затем японское нападение подстегнуло усилия британского правительства. Оно предложило после войны автономию националистам и право на выход из содружества, но такие посулы поступили слишком поздно. Индийцы уже потребовали незамедлительного предоставления им независимости, их лидеров отдали под арест, а английское господство в Индии сохранилось. Восстание в 1942 году британцы подавили намного быстрее, чем пресловутый мятеж, случившийся без малого столетиям раньше, но если британцам хотелось уйти мирно, то песок времени неумолимо сыпался и сыпался, появился новый фактор в форме нажима со стороны США. Президент Рузвельт обсудил со Сталином с глазу на глаз потребность в подготовке к индийской независимости, а также независимости остальных стран Азии, включая французский Индокитай. Вмешательство Соединенных Штатов Америки несло революционные изменения в судьбах других народов не меньше, чем революция 1917 года. В 1945 году к власти в Вестминстере пришла Лейбористская партия, в программе которой давно предусматривалось предоставление независимости народам Индии и Бирмы. 14 марта 1946 года, как раз когда Индию раздирали на части массовые беспорядки, устроенные индуистами-мусульманами, ее политики вели перебранку по поводу будущего их родины, британское правительство предложило полную независимость этой стране. Почти год спустя оно поставило индийцев перед фактом своим заявлением о намерении передать свои полномочия не позже июня 1948 года. Лучшего способа для совершенно определенного обострения конфронтации между общинами придумать было трудно. Многие индийские политики, особенно со стороны мусульман, теперь занялись учреждением мусульманского государства за счет отчуждения необходимой индийской территории. Единство Индии, по крайней мере поначалу навязанное британцами, уходило в прошлое. 15 августа 1947 года на территории полуострова Индостан появилось два новых доминиона Пакистан и Индия. Первый считался мусульманским и подразделялся на две полосы земли в оконечностях Северной Индии, второй был светским, но в подавляющем большинстве индуистским по своему составу и духу. Раскол Индии вполне можно было предотвратить. Винить в нем следует близоруких индийских политиков, индуистов и мусульман, а также британцев за их поспешность при уходе с субконтинента, народами которого они правили на протяжении двухсот лет. Но следует согласиться с тем, что никто и никогда не управлял Индией как единым государством со времен великого мятежа британцы, индуисты и мусульмане все больше отчуждались друг от друга. Раздел Индии оказался делом весьма накладным для всех. Символом нравственной раны, нанесенной националистам, служит жестокое убийство Ганди фанатиком индуистам за его попытки предотвращения нового межобщинного насилия. В местах проживания религиозных меньшинств шла массовая резня. Около 14 миллионов человек переселилось на территории, находившиеся под контролем их единоверцев, хотя большое количество мусульман предпочло оставаться в Индии. Сегодня в Индии насчитывается практически столько же мусульман, сколько в Пакистане. Новые государства зарождались в условиях трагедии и даже если их народам по наследству от колониальной державы доставались административный аппарат, материально-техническая база народного хозяйства и образовательная система, служившая вполне достойно, по крайней мере сначала, наступающая через некоторое время нестабильность была для них неизбежна. Тем более в Пакистане, искусственно созданном религиозном государстве, состоящем из двух частей, на тысячу с лишним миль отстоящих друг от друга. Сосредоточение внимания властей на строительстве новых государств и постоянной вражде между ними, мало что дало для того, чтобы избавиться от повальной нищеты и раскола общества по признаку благосостояния, отчего страдали обе страны. В ряде районов производство продовольствия не успевало за ростом народонаселения и новое правительство проявляли такую же беспомощность в деле облегчения судьбы своего народа, как и англичане в самые неблагоприятные годы своего управления Индией. Поступательное увеличение численности населения Индии началось при британском господстве. Иногда оно на короткое время замедлялось в силу мальтузианских факторов бедствия, таких как масштабная эпидемия гриппа в конце Первой мировой войны, поразившая пять миллионов индийцев, или голод в Бенгалии во время Второй мировой войны, унесший еще миллионы жизней. В очередной раз голод посетил Индию в 1951 году, а Пакистан в 1953 году. Призрак тогдашнего голода преследовал народа этих стран до 1970 годов. Индустриализация субконтинента, пусть даже принесшая большие достижения в 20 веке, особенно во Второй мировой войне, угрозу голода не ликвидировала. Она не могла обеспечить работой и заработками всех желающих при тех темпах увеличения народонаселения, хотя львиная доля тогдашней промышленности принадлежала Новой Индии, ее проблемы в этом отношении выглядели более серьезными, чем у Пакистана. За пределами ее перенаселенных городов подавляющее большинство индийцев принадлежало к безземельным крестьянам, обитавшим в деревнях, где при всех эгалитарных устремлениях некоторых руководителей Новой Республики неравенство осталось таким же вопиющим, как прежде. землевладельцы, предоставлявшие средства правящей партии Конгресса и пользовавшиеся решающим голосом в ее советах, выступали против любой земельной реформы, способной умерить неравенство на селе. Прошлое тяжелым бременем лежало на новом государстве, правители которого провозглашали европейские идеалы демократии, национализма, атеизма и материального прогресса, и оно затрудняло движение по пути реформы и развития. Китайцы на протяжении долгого времени занимались отражением империализма совсем иного вида. Победа над японцами и завершение своей затянувшейся революции удалось добиться исключительно благодаря Второй мировой войне. Политическая фаза этого преобразования началась в 1941 году, когда китайско-японская война слилась воедино с мировым конфликтом. В результате китайцы получили мощных союзников и новое положение на международной арене. Обратите особое внимание на ликвидацию последних упоминаний о так называемых неравноправных соглашениях с Великобританией, Францией и США. Это сыграло гораздо большую роль, чем военная помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Долгое время они слишком отвлекались на бедствия, обрушившиеся на них в начале 1942 года, чтобы сделать что-то значительное для Китая. Зато китайская армия пришла на помощь в деле защиты Бирмы и сухопутного маршрута в Китай от японцев. Оставаясь под натиском врага с запада, китайцы вынуждены были длительное время держаться на пределе сил, несмотря на поддержку американской авиации и помощь от союзников, получаемую по воздуху или по Бирманской дороге, тем не менее решающие перемены начались. Китайцы изначально ответили на японское вторжение с чувством национального единения давно желаемого, но никогда до того момента не проявлявшегося, кроме, возможно, в движении 4 мая, зародившемся в 1919 году. Несмотря на разногласия между коммунистами и гоминдановцами, иногда выплескивавшиеся в открытые конфликты, это единение по большому счету сохранялось с 1937 по 1941 год. Затем из-за нарастания японского военного нажима, а также активизации маневрирования между гоминдановским правительством и коммунистами, пришло время новых междоусобиц. С 1944 года, когда стало ясно, что Япония проигрывает войну на Тихом океане, соперничество между этими двумя китайскими партиями обострилось. Но, тем не менее, большинство китайцев полагало, что после войны может появиться некоторая форма коалиционного правительства, если только новые великие державы, имевшие интересы в Азии, Соединенные Штаты и Советский Союз, найдут приемлемое основание для согласия. Как раз первые искры пламени холодной войны в Азии спалили неустойчивое перемирие между гоминдановцами и коммунистами в Китае, стремительность, какой случился крах Японской империи в августе 1945 года, после применения американцами против ее мирного народа атомных бомб, а также героического разгрома Красной Армии, миллионной японской Квантунской армии в Маньчжурии, по большому счету, лишило смысла какие-либо переговоры между китайскими коммунистами и гоминдановцами. К лету 1946 года стало ясно, что Чан Кайши настроен на решение своей проблемы, связанной с коммунистами, исключительно силовыми методами, причем американцы совсем не собирались удерживать его от резких движений в разрез с предыдущими своими попытками посредничества, между тем у китайских коммунистов появились все основания надеяться на то, что советское присутствие в северо-восточном Китае пойдет им на пользу. Обе стороны отказывались возвращаться к переговорам, поэтому на пороге у них стояла гражданская война. Начнем с того, что практически все преимущества находились на стороне правительства. Оно получило международное признание, ему оказывалась американская помощь и принадлежал контроль над богатейшими провинциями Китая. Его вооруженные силы выглядели намного более многочисленными и гораздо лучше оснащенными, чем партизанские отряды коммунистов. Кроме того, Сталин сначала воздерживался от поддержки китайских коммунистов, так как не верил в их успех. Беда в том, что гоминьдановцы в скором времени и растратили свои материальные преимущества и потеряли поддержку со стороны своего народа, приобретенную ими во время войны против Японии. Вразрез с постоянными увещеваниями Чан Кайши его партия впала в апатию, погрязла в свое корысти и разврате, оттолкнувших от нее народные массы. От нее отвернулись интеллектуалы. Солдаты гоминьдановских частей, недоукомплектованных офицерским составом и утративших должную дисциплину, наводили на сельских жителей ужас не меньший, чем японские интервенты. За первый год гражданской войны правительство Чан Кайши казалось преуспело только в одном деле создании врага из собственного народа. Между тем коммунисты поступательно наращивали собственную военную мощь, пользуясь доброжелательностью, которую приобрели во время войны против Японии, они сознательно отказались от сектантской манеры поведения, характерной для КПК, на протяжении первых двадцати лет ее существования, когда коммунисты казнили землевладельцев и жгли храмы, и стали выглядеть более умеренно, по крайней мере, на взгляд простолюдинов. Они практически настолько же преуспели в привлечении сторонников, насколько режим Чанкайши в наживании врагов, даже при том, что некоторым друзьям коммунистов позже пришлось горько сожалеть о своем выборе соратников. Самое главное заключалось в том, что коммунисты смогли пережить резню, устроенную гоминдановцами, обладавшими превосходящими силами. К 1948 году коммунисты и гоминдановцы начали меняться ролями. Поразительнейшим аспектом китайской коммунистической революции является внезапность ее победы. Для осознания ее сути следует взглянуть на сопровождавшее событие с точки зрения более удаленной перспективы. Пребывание у власти в Китае Гоминдана никогда не выглядело прочным и значительные территории этой страны только номинально числились подчинений националистов. При всех заметных достижениях за их десятилетия у власти до начала полномасштабной войны с Японией чинкайшисты так и не смогли достойно организовать свои финансы или оптимизировать административный аппарат. Коммунисты в начале 1930-х годов утратившие какую-либо политическую роль в своей стране стали учиться на своих ошибках. Они создали предельно централизованную организацию с обязательным вожаком Мао Цзэдуном во главе ее. Председателя Мао в крестьянской среде его сторонников почитали за Бога. Китайские коммунисты к тому же сосредоточились на главных политических проблемах страны. На несправедливости единоличного землевладения во многих сельских районах и растущем числе землевладельцев на проживающих в своем имении из-за отсутствия у них корней в местных общинах. Относительно всего прочего коммунисты обычно обещали все, что кто-либо попросит, а дальше уже выкручивались, ссылаясь на то, что правительство делало или наоборот чего не делало. Японцы, непреднамеренно предприняв полномасштабное наступление на режим Гоминьдана в 1937 году, собственными руками создали все условия для триумфа китайской революции, предотвратить которые они всегда стремились, а между тем существовала такая возможность, когда гоминьдановцам не пришлось бы отвлекать свое внимание на отражение иноземного вторжения, нанесшего им громадный ущерб, и они сосредоточились бы на укреплении своей власти, чем занимались многие, избавившиеся от колониального гнета правители развивающихся стран. В 1937 году актив Гоминьдана мог во многом рассчитывать на патриотический порыв своего народа. Многие китайцы видели в этой партии достойный локомотив революции и мощный отряд сопротивления иноземному гнету. Развязанная японцами война лишила чанкайшистов шанса на использование такого порыва совсем не потому, что гоминьдановцы уклонялись от сражений, просто они боролись с врагом бестолково и несли громадные потери. К тому же они стали первопроходцами в притеснении своего собственного населения, главным образом от отчаяния, наплодив для себя врагов, отплативших им той же монетой, наступившей вскоре гражданской войне. Тем временем коммунисты получили передышку, чтобы заняться наращиванием своих сил и подготовкой к укреплению позиций на послевоенный период. Мао Цзэдун совершенно справедливо позже назвал японцев повивальными бабками его революции. Власти США все больше расстраивала обнаруживающаяся некомпетентность и порочность правительства Чанкайши. В 1947 году американские войска покинули Китай, и правительство Соединенных Штатов отказалось от всех попыток примирения участников китайской гражданской войны. На следующий год, когда большая часть севера страны находилась в руках коммунистов, американцы начали сокращать объем финансовой и военной помощи, предоставляемой Гоминьдану. С этого времени Чанкайшистское правительство понеслось под гору в военном отношении и с политической точки зрения, когда крах Гоминьдана стал очевидным для всех, все больше кадровых работников столицы и местных властей бросилось договариваться с коммунистами, пока еще сохранялась надежда на успех. Распространялось убеждение в том, что для Китая наступала новая эпоха. К началу декабря произошел развал всех крупных группировок войск Гоминьдана на материковой части Поднебесной и Чанкайши ретировался на остров Тайвань. Американцы прекратили свою помощь на время отступления Чанкайшистов через Тайваньский пролив и публично обвинили в их поражении несовершенство режима генералиссимуса. Между тем, 1 октября 1949 года в Пекине прошла официальная церемония провозглашения Китайской Народной Республики, ознаменовавшая появление в мире коммунистического государства с самым многочисленным населением. В очередной раз мандат небес перешел в новые руки, но на этот раз он оказался в распоряжении группы мужчин, призвиравших по большому счету китайскую традицию и приложивших все усилия для ее забвения ради ускоренной модернизации своей страны. В Юго-Восточной Азии Вторая мировая война послужила такому же решительному завершению колониального господства, как и где бы то ни было еще, хотя в голландских и французских колониях процесс шел быстрее и с большим кровопролитием, чем в британских, внедрение некоторых представительных органов власти голландцами в Индонезии еще до 1939 года не позволило остановить рост местной националистической партии, и к тому времени там тоже зародилось пользовавшееся массовой поддержкой коммунистическое движение. Кое-кто из предводителей националистов и будущий президент Сукарно в их числе пошел на сотрудничество с японцами, когда те в 1942 году оккупировали острова их родины. После капитуляции Японии у них появился благоприятный шанс для провозглашения независимой Индонезийской республики, пока голландцы еще не успели вернуться. Колониальный порядок в Индонезии в конечном счете восстанавливали британские войска. Бои и переговоры продолжались в течение почти двух лет, до тех пор, пока не удалось заключить соглашение об образовании Индонезийской республики, все еще подчинявшейся голландской короне, но такое соглашение никто выполнять не собирался. Борьба продолжилась с новой силой. Попытка голландцев честно проводить свои полицейские операции в ходе одной из первых своих кампаний в качестве бывшей колониальной державы вызвала в организации объединенных наций решительное ее осуждение со стороны коммунистов и борцов с колониализмом. Делегации одновременно Индии и Австралии, власти которых пришли к выводу о том, что голландцам стоит проявить мудрость и примириться с фактом существования на планете независимой Индонезии, поставили этот вопрос на повестку дня заседания Совета Безопасности ООН и американцы выразили свою молчаливую поддержку. В конечном счете голландцы уступили. Все началось с Ост-Индской кампании Амстердама три с половиной века назад и закончилось в 1949 году созданием Соединенных Штатов Индонезии, насчитывавших больше ста миллионов человек, населявших больше тысячи островов, представлявших несколько сотен этнических групп с многочисленными религиозными воззрениями. Невнятный союз с Нидерландами под эгидой голландской короны сохранялся, но он распался спустя пять лет. В начале 1950-х годов из Индонезии в Нидерланды вернулось 300 тысяч голландских граждан, европейцев и азиатов. Какое-то время положение французов в Индокитае казалось более прочным, чем голландцев. Военная судьба Индокитая несколько отличалась от судьбы Малайи или Индонезии, ведь при том, что японцы осуществили полный военный контроль там с 1941 французский суверенитет в регионе официально никто не отменял до марта 1945 года. Японцы тогда объединили Аннам, Кохинхину и Тонкин, чтобы образовать новое государство Вьетнам для императора Аннама. Сразу после японской капитуляции, однако, руководитель местного возглавляемого коммунистами фронта под названием Вьетминь, захватил дворец правительства в Ханое и провозгласил Вьетнамскую Народную Республику. Звали этого деятеля Хо Ши Мин, и он располагал богатым опытом работы в коммунистической партии, а также бывал в Европе. Он уже получал некоторую американскую помощь и поддержку в борьбе с японцами, а также рассчитывал на поддержку китайского правительства революционное движение стремительно распространялось. Между тем китайские войска вошли в северный Вьетнам, и британцы отправились на юг страны. Прошло совсем немного времени, и всем стало ясно, что восстановление французского господства во Вьетнаме потребует больших усилий. Британцы оказывали им помощь, а китайцы от сотрудничества уклонялись, не исключая восстановления французской власти. В Индокитай послали многочисленные экспедиционные войска, и пришлось пойти на уступку в том плане, что французы признали республику Вьетнам самостоятельным государством в составе Французского Союза. Но теперь возник вопрос предоставления Кохинхину, числившемуся крупнейшей рисоводческой областью, отдельного статуса. Все попытки договариваться проваливались. Между тем начался отстрел французских солдат и нападение на их транспортные колонны. В конце 1946 года произошло нападение на европейских резидентов в Ханое, и многие из них были убиты. Ханой подвергся налетам, шесть тысяч его жителей погибли, и его снова заняли французские войска. Правительство Хо-Ши-Мина спаслось бегством. Так началась война, продлившаяся тридцать лет, на протяжении которых коммунистам пришлось сражаться по существу за националистическую цель объединенной страны, тогда как французы пытались сохранить усеченный Вьетнам в составе французского союза с остальными индокитайскими государствами. К 1949 году они пришли к присоединению Кохинхина в состав Вьетнама и признанию Камбоджи с Лаосом в качестве так называемых ассоциированных государств. Но теперь индокитаем заинтересовались новые игроки, и сюда тоже пришла холодная война. Правительство Хо-Ши-Мина признали в Москве и Пекине, о статус императора Аннама, которого поддерживали французы, в Лондоне и Вашингтоне. Тем самым деколонизация в Азии пошла совсем не таким простым путем, как предвидел Рузвельт. Когда британцы приступили к ликвидации своего возвращенного было наследия, дело еще больше усложнилось. Бирма и Цейлон обрели независимость в 1947 году. На следующий год в Малайе началась партизанская война, поддержанная коммунистами. При том, что ею готовен был провал и она совсем не помешала устойчивому продвижению страны к независимости, предоставленной ей в 1957 году, она считается одной из многочисленных постколониальных проблем, превратившихся в большую головную боль американских политиков. обострившийся антагонизм с коммунистическим миром в скором времени пронизал весь примитивный антиколониализм. Только на Ближнем Востоке можно было наблюдать внешне вполне ясное событие. В мае 1948 года в Палестине возникло новое государство под названием Израиль. Его появление ознаменовало завершение сорокалетнего периода, на протяжении которого всей областью управляли только две великие державы на основе обоюдного согласия. Франции и Великобритании это дело большого труда не составляло. В 1939 году французам все еще принадлежали мандаты Лиги наций на распоряжение делами Сирии и Ливана. Их изначальный мандат делился на две части и британцам принадлежал такой же мандат на Палестину повсеместно в арабских странах британцы пользовались различной степенью влияния или власти над новыми арабскими правителями отдельных государств. Самыми важными из них считался Ирак, где стоял небольшой британский военный контингент, состоявший главным образом из авиационных подразделений и Египет, где внушительной по численности гарнизон все еще охранял Суэцкий канал. Последний приобрел возрастающее значение в 1930-х годах, так как власти Италии демонстрировали все большую враждебность по отношению к Великобритании. Война 1939 года, как и везде на планете, должна была послужить запалом изменений на Ближнем Востоке, хотя никто не знал, куда они приведут. После вступления Италии в войну, зона Суэцкого канала превратилась для британцев в одну из самых жизненно важных стратегических территорий, а Египет внезапно оказался на переднем крае обороны ее западной границы. Египет практически до самого конца оставался нейтральной страной, но в действительности все-таки служил британской базой. Война, к тому же, потребовала обеспечить поставку нефти из Персидского залива и прежде всего из Ирака, и пришлось прибегнуть к вооруженному вмешательству, когда после очередного устроенного националистами в 1941 году государственного переворота возникла угроза смещения Ирака в сторону сотрудничества с гитлеровцами. Вторжение войск Британии и свободной Франции на территорию Сирии, чтобы этой страной не занялись немцы в 1941 году, привело к обретению этой страной независимости. Через короткое время о своей независимости объявили в Ливане. Французы в конце войны попытались восстановить там свою власть, но тщетно, и на протяжении 1946 года две страны покинули последние иностранные гарнизоны. У французов к тому же возникли затруднения дальше на западе, в Алжире, где в 1945 году начались вооруженные стычки. Тамошние националисты просили всего лишь автономии в составе федерации с Францией, и французы в 1947 году прошли в этом направлении некоторый путь, но до конца было еще далеко. Где влияние Лондона ощущалось сильнее всего, там лозунги борьбы с британцами служили сплочению рядов их врагов наиболее эффективно. В послевоенные годы и в Египте, и в Ираке возникла большая враждебность местного населения к британским оккупационным войскам. В 1946 году британцы объявили о своей готовности уйти из Египта, но переговоры на основе нового соглашения потерпели столь ужасную неудачу, что египтяне передали этот вопрос на рассмотрение тоже неудачно в организацию объединенных наций. К этому времени вопрос будущего арабских земель отошел на второй план из-за лишения евреев силой образовать свое национальное государство в Палестине. С тех пор перед нами стоит палестинский вопрос. Его катализатором считается приход к власти нацистов в Германии. Во время подписания декларации Бальфура в 1917 году в Палестине проживало 600 тысяч арабов и около 80 тысяч евреев, то есть арабы уже тогда чувствовали свое угрожающее численное превосходство. За несколько лет после этого, однако, еврейская миграция фактически превысила иммиграцию и появились основания надеяться на то, что проблема создания национального дома для евреев с признанием гражданских и религиозных прав существующих нееврейских общин в Палестине, как предусматривалось положениями декларации Бальфура, могла бы получить разрешение, но Гитлер спутал все карты. Как только нацисты начали преследовать евреев, число изъявивших желание поселиться в Палестине среди них постоянно росло. С развертыванием политики истребления евреев в военные годы, попытки британцев пресечь иммиграцию в Палестину в русле общей политики Лондона, считавшиеся неприемлемыми для евреев, утратили смысл. Вместе с тем разделению Палестины сопротивлялись сами арабы. Эта проблема приобрела драматический оборот сразу после окончания войны по инициативе мирового сионистского конгресса, потребовавшего незамедлительного разрешения на переселение в Палестину миллиона евреев. Наступила очередь новых факторов данной проблемы. Британцы в 1945 году вполне доброжелательно относились к формированию Лиги арабских государств в составе Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена и Иордании. В британской внешней политике всегда присутствовала доля иллюзии, будто панорабизм мог проложить путь, на котором Ближний Восток удастся убедить угомониться после неразберихи, оставленной свергнутыми османами, и что через согласование политики арабских государств откроется путь к решению ближневосточных проблем. На самом же деле Лига арабских государств очень скоро увлеклась Палестиной до такой степени, что ее участники практически забыли о чем-либо еще. Еще одной новинкой для народов Ближнего Востока стала холодная война. В непосредственную послевоенную эпоху Сталин решил, будто между Великобританией и Соединенными Штатами Америки возникнет соперничество за мировое господство и что Советскому Союзу останется только подливать масло в огонь вражды между ними. Соответственно, последовали словесные нападки на британские позиции и влияние, и на Ближнем Востоке они естественным образом совпали с традиционными интересами. На Турцию оказали нажим, чтобы повлиять на позицию ее властей в зоне проливов Босфор и Дарданеллы. По этому Советскому Союзу пришлось оказать демонстративную поддержку сионизму, представлявшуюся Москве самым выгодным для нее элементом складывавшейся тогда ситуации. Не требуется особой политической проницательности, чтобы осознать последствия возобновления советского интереса к этой области османского наследия. Американцам потребовались значительные усилия, чтобы выработать собственную позицию, соответствовавшую тогдашнему положению вещей. В США существовала мощная общественная поддержка воззрений сионистов, подтвитывавшаяся ужасными открытиями того, что происходило в нацистских лагерях смерти. Кроме того, во время промежуточных выборов в Конгресс 1946 года важное значение придавалось симпатиям еврейского населения США. Начиная с революции Рузвельта во внутренней политике, президент-демократ едва ли мог позволить себе позицию, противоречащую интересам сионистов. Оказавшись в такой осаде, британцы постарались отвязаться от святой земли Палестины. С 1945 года здесь им стали угрожать одновременно еврейские и арабские террористы, а также пришлось отражать партизанские наскоки. Несчастные сотрудники полиции из числа арабов, евреев и британцев пытались держать осаду, тогда как британское правительство все еще искало путь закрытия мандата, приемлемый для обеих сторон. Обратились за помощью к американцам, но тщетно. Труман выступал за решение проблемы на условиях сионистов. В конечном счете британцы вынесли палестинский вопрос на обсуждение в организации объединенных наций. Там рекомендовали раздел страны, но для арабов такой вариант не подошел. Вооруженные стычки между двумя общинами приобретали все более жестокий характер, и британцы решили уйти от греха подальше. В день, когда они это сделали, то есть 14 мая 1948 года, состоялось провозглашение государства Израиль. Его незамедлительно признали США спустя 16 минут после обнародования закона о его основании и СССР. Последующая четверть века в Москве и Вашингтоне очень редко находили согласие по проблемам Ближнего Востока. Практически незамедлительно Израиль подвергся нападению со стороны Египта, армии которого вторглись в область Палестины, переданную евреям в соответствии с решением организации объединенных наций. Иорданские и иракские войска пришли на помощь палестинским арабам на территории предложенной им, но ополченцы Израиля отбили натиск своих врагов и наступило перемирие под надзором представителей Организации Объединенных Наций, во время которого диверсант-сионист убил посредника ОТООН. В 1949 году израильское правительство переехало в Иерусалим, впервые со времен Римской империи снова ставшей столицей еврейского государства. Половина этого города все еще находилась под контролем иорданских войск, но это неудобство оказалось чуть ли не малейшей проблемой из тех, что предстояло разрешать на протяжении многих лет. С помощью американской и советской дипломатической поддержки и за счет денег американских частных лиц плюс еврейской энергии и инициативы родилось новое национальное государство на территории, где 25 лет назад не просматривалось даже намека на такую перспективу. Но расплачиваться за свое государство евреям предстояло еще очень долго. Затянувшаяся враждебность к новому государству и соответствующее вмешательство в его дела со стороны великих держав в будущем проистекали из разочарования и унижения народов арабских государств. Более того, действия сионистских экстремистов и израильских войск в 1948-1949 годах вызвали массовый исход из Израиля арабских беженцев. В скором времени в лагерях беженцев на территории Египта и Ордании их насчитывалось 750 тысяч человек. Они создавали большую социально-экономическую проблему, бремя на совести мирового сообщества, а также служили потенциальным военным и дипломатическим оружием в руках арабских националистов. Не приходится удивляться тому, если это правда, как считает кое-кто из научных работников, что первый президент Израиля оперативно поставил перед учеными своей страны задачу по разработке программы в области ядерной энергетики. Считается, что к концу 1960-х годов Израиль обладал запасом собственного ядерного оружия. Итак, множество потоков слились вместе с самым противоречивым образом, чтобы вызвать своим круговоротом замешательство в области, в которой всегда сходились отголоски всемирной истории. Евреи, на протяжении многих веков становившиеся жертвами всех правителей, теперь, в свою очередь, оказались гонителями в глазах арабов. Проблемы, с которыми пришлось иметь дело народам Ближнего Востока, принесли с собой силы, проистекавшие из распада просуществовавшей несколько веков османской державы, из соперничества ее наследников в лице империалистов и, в частности, из возвышения двух новых мировых держав, затмивших державу османов, из взаимодействия европейского национализма девятнадцатого века и древней религии, а также из первых проявлений новой зависимости развитых стран от нефти. В двадцатом веке просматривается совсем немного судьбоносных моментов, столь же обогативших историю, сколь учреждения Израиля. Оно представляется добрым моментом, чтобы остановиться на нем перед переходом к повествованию о следующих шестидесяти пяти годах нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok